У нас сегодня три вопроса, но просьба была докладчиков по второму вопросу поменять местами Дмитрия Александровича, что проректор из Новосибирска приехал, принимающий хозяев будущего симпозиума, следующего нашего седьмого. И просьба, потому что Владимир Владимирович Бурев, он вместе сейчас с Владимировичем Траушем на этом комитете, но Владимир Владимирович на всю повестку дня должен быть, а Бурев сказал, что после первого вопроса поедет сюда, и поэтому я просил перенести этот вопрос на третий, чтобы с Александром Михайловичем вместе докладывать. Ну так и такие изменения. И я так смотрю, что Александр Георгиевич тоже немножко изменил название, ну как вот мы планировали, но в принципе это один и тот же, да, это такой, что Александр Георгиевич сам скажет, насколько мы это понимаем, это некий такой свежий взгляд на то, как подходить к расчету прежде всего уникальных сооружений на сейсмические воздействия, если речь идет о расчете сложных сооружений и о компьютерном моделировании в частности. Тогда можно, Александр Георгиевич, просить, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Короткое предисловие. Как многие, должно быть, знают, я работаю по зарубежным проектам «Росатома», и эти проекты являются предметом международной экспертизы, как в странах, где мы строим наши основные станции, так и со стороны МАГАТЭ и со стороны международного сообщества. Говорю я это для того, чтобы пояснить, что мой интерес к американским нормам вызван не отсутствием патриотизма и низкопоклонством перед Западом, а тем, что американские нормы являются тем общим знаменателем, тем понятильным базисом, на котором мы общаемся с нашими коллегами, международными экспертами в области безопасности атомных станций, в частности, на сейсмические воздействия. Долгое время, ну, базовым документом в нашей области для расчета на сейсмические воздействия являются стандарты АССЕ серии 4. Стандарты не совсем то же самое, что нормы, я поясню чуть позже различия, но это так называемый консенсусный документ, то есть документ, принятый профессиональным сообществом американцам. Мы жили долгое время с АССЕ 4 редакции 1986 года. Ну, для отечественного читателя поясню, ну, слушателя поясню, что представление об этих нормах можно получить по книгам Адольфа Никитича Бербрая, которые были построены на, собственно, пересказе вот этих норм 86-го года. Следующая редакция этих норм вышла в 98-м году, но не очень сильно отличалась, на самом деле, от редакции 86-го года, может быть, из-за чернобыльской паузы, которая как раз переключилась между этими редакциями. Когда я узнал о том, что готовится новая редакция этого же стандарта, ну, я проявил активность в области международных связей, и мне удалось получить доступ как к проекту этого стандарта еще до того, как он был утвержден, так и к окончательной версии этого стандарта, которая вышла в этом году, весной этого года. Называется она 4.16, потому что в конце 16-го года прошло голосование в АСЦЕ за утверждение этого стандарта, но реально было опубликовано в 17-м году. Прочтя этот стандарт, я убедился как бы в двух вещах. Первое, что в отличие от прежних двух версий стандарта, которые были самодостаточными, новый стандарт следует рассматривать в тесной связке с другим стандартом, вышедшим в 2005 году, стандартом 43-5. Чуть позже поясню как бы разницу между ними, почему раньше был один стандарт, а теперь два в тесной связке. Это первое. Второе, в чем я убедился в том, что за последние годы, вот эти 20 лет, считаете, которые прошли со времени предыдущей редакции, произошли некие глубинные, такие качественные сдвиги, идейные сдвиги, я бы так сказал, в ближайшем основе. Ну, поэтому, с моей точки зрения, настало время повторить подвиг Адольфа Никитича и для отечественного специалиста пересказать с комментариями, разобрать новые стандарты, разобрать их отличия от старых стандартов, разобрать то, к чему приведут вот эти вот отличия для нас, потому что для нас это рыночные условия на мировом рынке, с которыми мы работаем. Хотим мы того, не хотим, патриоты, не патриоты, но мы как бы должны ориентироваться на эти стандарты. Если мы можем чего-то лучше, мы можем чего-то и лучше предложить, но мы должны все равно отталкиваться от них. Вот, собственно, такую книжку я начал писать, по дороге выяснилось, что этот вопрос уже интересует многих, и поэтому меня стали просить выступить с теми или иными кусочками из этой книжки. Недалее как две недели назад я докладывал кусочек, посвященный воздействиям сейсмическим и новым требованиям, которые будут предъявляться теперь сейсмологам, к изыскателям, к испытателям грунтов в связи с изменением какого-то парадигма. Существенно поменялось разделение труда. А сегодня меня попросили выступить с другим кусочком из той же книжки, поясняющим, что изменилось в отношении моделирования и расчеток. Так что, вот, краткое предисловие. Значит, краткое содержание. Сначала я поясню действующие лица, которые участвуют. Там не только СЦЕ, но еще участвуют нормативные органы и так далее. Это может быть интереснее. И дальше, значит, изменение концепции и целеполаганий в проектировании. Это тот идеологический сдвиг, о котором я говорил. То есть некое, как бы, не просто коэффициенты поменялись, а формулы поменялись, а некие глубинные идейные вещи поменялись. Об этом поговорим. Ну, критерии вы здесь видите, подробно будем говорить. Дальше. Обеспеченность сейсмических нагрузок и понятие сейсмической нагрузки как часть общего расчета. И вещи, связанные больше уже с моделированием. То, о чем сегодня. Множественность моделей в зависимости от целей конкретного расчета. Рекомендации по дискретизации. Моделирование жесткостных свойств железобетонных конструкций с учетом растрески. Я выбрал, собственно, те вещи, которые, на мой взгляд, наиболее интересны. На самом деле, это довольно большой документ. Там много вещей, которые, я думаю, понятны всем. Но есть какие-то вещи, которые наиболее нетривиальны. Поэтому я их отобрал. Ну, моделирование демпфирования. Это наш с вами, как бы, вечно больной вопрос. Дальше. Последние два раздела. Ну, я взял на себя смелость такое. Значит, я... Вот восьмой раздел. Другие разделы на будущее. Значит, поскольку документ большой, я хочу вам типа анонсировать. Вот какие еще вещи я сегодня не рассматривал. И если вам понравится то, что я сегодня говорил, и как я сегодня говорил, мы можем договориться о том, что мы продолжим рассматривать другие разделы. А какие разделы, я вам расскажу. И девятый раздел, собственно, по личной просьбе Владимира Ильича Трауша, я включил, который... С которым мы встретились на сейсме. И он, имея в виду, очевидно, башню Ахмад знаменитую, значит, попросил меня ответить на вопрос, а что было бы, если бы мы попытались вот такое здание такого типа рассчитать, вот согласно вот этим вот последним как бы веяниям норм расчета, что для этого понадобилось, какие бы особенности. Значит, вот краткое содержание. Итак, действующие лица. Значит, достаточно поучительная и интересная система в Америке существует, когда нормы и стандарты рождаются в диалоге. Есть две стороны. Одна сторона представляет профессиональное сообщество. Это общественная организация. American Society of Civil Engineers. Общество, американское общество инженеров-строителей. Это общественная организация, не государственная. Но она представляет интересы индустрии. Индустрии частной, которая хочет экономить деньги. И поэтому заинтересована в том, чтобы наиболее прогрессивные методы, менее консервативные и так далее внедрялись в практику. Вторая сторона этого диалога – это гостехнадзор, по-настоящему. Это государство, которое не хочет оставлять ответственные объекты без внимания и выступает оппонентом. Вы предлагаете, и те, и другие финансируют. Но у сообщества есть основная сила – это университеты и профессора университетов, которым даются деньги на разработку этих самых прогрессивных методов. У другой стороны есть несколько, типа 5 или 6, финансируемых государством бюджетных лабораторий, не университетских. Это знаменитый «Ливермор», это «Брукхевен», это «Айдахо» и несколько других. Это считанные буквально организации, которые занимаются наукой на государственные деньги и выполняют заказы государственных организаций. В частности, они выполняют заказы на атомнадзор, вот это «ЮНСРС», это, ну, как бы, американский атомнадзор. Он дает заказы своим вот этим вот лабораториям бюджетным проверить, «А какие такие предложения профессиональное сообщество на деньги индустрии высказывает?» «Можно ли принять эти предложения и включить их в нормы?» То есть теперь отличие между стандартами и нормами. Вот это профессиональное сообщество, оно разрабатывает стандарты, так называемые «консенсусные стандарты». То есть вот на них согласилось профессиональное сообщество. А нормы утверждают те, кому по закону положено большая королевская печать в утверждении нормы. Вот это вот «НРС». Что-то из этих стандартов оно принимает, а что-то не принимает. То есть ведется диалог, ведется полейник на высоком научном уровне, я вам скажу. И в результате рождается, ну, что-то типа истины. Но качество получающихся документов получается на самом деле высоким. На самом деле высоким я вам могу просто как специалист. Значит, у общества инженеров-строения есть свой вот этот вот институт, который помогает разработке стандартов. А «ПНР» — это как раз одна из тех лабораторий бюджетных, которым «Атомнадзор» поручает экспертизу этих самых стандартов, на предмет того, может государство согласиться или не может. Итак, стандарты вот этой серии АССР-4 называются «Сейсмический расчет». Ну, сооружений атомных ядерных объектов, имеющих отношение к безопасности. Вот так, это вот высшие категории. И вот появился новый стандарт. По критериям проектирования вот этих самых. То есть есть отдельно сейсмические расчеты, а есть отдельно критерии проектирования. Со своей стороны, значит, это стандарты общественной организации. Со своей стороны нормативный орган, его Библия — это вот этот так называемый «Нурек-800 стендарт ремью-план». Что это такое? Значит, это Госатомнадзор своим экспертам, который проверяет, это типа нашей экспертизы, которую приносят на утверждение документы. Значит, выпустил такое руководство. Какие вопросы задавать, на какие вопросы обязательно в документах будут содержаться ответы? И какие ответы считаются приемлемыми? То есть это правила, которыми руководствуется госэкспертиза американская атомная при приемке или отвержении вот этих вот проектов. Ну, последний вопрос. Это вот опять в Нурек, это регуляциативный орган. Поручил Брукхевенской лаборатории рассмотреть вот эти вот стандарты. Ну, в данном случае стандарты 4305 и сказать, с чем он согласен, а с чем он не согласен. Ну, Брукхевенская лаборатория выпустила вот этот отчет. Они рассмотрели этот стандарт 4305, с чем-то согласились, с чем-то не согласились. Вот все эти документы находятся в моем распоряжении, я, собственно, по ним и делал. Это просто, чтобы вы понимали расклад. Теперь, уже по сути, значит, в чем состоит основной сдвиг идей? В моем понимании, главный тренд – это расширение, как я назвал, вероятностной парадигмы на те области, где раньше она не использовалась. Почему я говорю о расширении? Дело в том, что в расчетах на сейсмические воздействия в какой-то степени вероятность присутствует давно в смысле воздействия. Мы знаем, раз в 10 тысяч лет повторяемость, раз в 100 лет повторяемость. Что это означает? Это пуассоновский поток, теория вероятности, средняя, годовая, так сказать. То есть вероятность там давно есть. Но раньше вероятность была только там, в воздействии. Все остальное было вот это органистическое. Теперь же вот эта вот вероятностная парадигма расширяется на области, где она раньше не использовалась, а именно на этапы проектирования. Что это означает? Означает ли это, что мы должны завтра переходить все на статистическое моделирование, гонять сотни тысяч реализаций и чего-то статистически обрабатывать? Нет, не обязательно. На самом деле расчет в итоге может оказаться детерминистическим. И он разрешается детерминистически. Но, когда мы выбираем для этого расчета входные параметры детерминистические, мы должны каждый раз отдавать себе отчет в обеспеченности этих параметров. Потому что если у нас параметры плавают в каком-то диапазоне, а мы выбираем какое-то наше значение прочности, нагрузок и так далее, это значение имеет некую конечную обеспеченность. Вот условный график. Вот этот детерминистический вариант. Вот у нас есть значение, и у него обеспеченность от нуля до единицы, от одного и того же значения S. А вот вероятностная обеспеченность. То есть у нас есть некий интервал, и у каждого значения, которое мы выберем в этом интервале, есть своя какая-то обеспеченность конечно. Так вот вероятностная парадигма означает, что когда мы выбираем какие-то детерминистические параметры для своего расчета, мы должны думать о том, с какой обеспеченностью выбирать эти параметры, и какие последствия та или иная обеспеченность имеет. Дальше мы поговорим чуть позже. Теперь цель и полагание. Если раньше у нас несущая способность, значит когда мы проектируем, мы начинаем с выбирая сечения и так далее, мы в итоге ориентируемся на некую, ну несущую способность термина к воздействию. Грубо говоря, наше сооружение удерживает 0,4G. Тогда вероятность превышения, вероятность того, что наше воздействие окажется больше нашей несущей способности, она равна вероятности того, что воздействие окажется больше того воздействия, которое было принято при проектировании, расчетного воздействия. И поэтому мы всегда от сейсмологов требовали только, вот дайте нам, например, спектр с превышением раз в 10 тысяч лет. Ну или раз в 100 лет, неважно. Теперь же изменилась как бы идеология. Говорится, неприятное событие состоит в том, что наше воздействие превысит нашу несущую способность. Но наша несущая способность теперь тоже случайная. Она зависит от случайной прочности, от случайных результатов вычисления между воздействием и нагрузкой конкретной, от случайного коэффициента нелинейной работы. То есть одно случайно и другое случайно. И оценивается в качестве целей дается наступление, вероятность наступления вот этого неприятного события. Не вероятность превышения уровня воздействия, а вероятность наступления вот этого нежелательного события. Между тем и другим есть некий как бы зазут. И вот самое интересное, что как раз происходит вот в этом зазуте. Теперь классификация. Для того, чтобы сказать, а что мы считаем... Вот для того, чтобы вообще в принципе поставить цель расчета, мы должны про неприятные события знать две вещи. Первое. С какой среднегодовой вероятностью наступления мы определяем это неприятное событие? Раз в десять лет, или раз в сто лет, или раз в пятьсот. Это первое. А вторая характеристика – это, а что мы, собственно, считаем неприятным событием вот для этого конкретного сооружения? Поэтому американцы ввели такую матрицу по строкам и по столбцам. Они говорят, вот среднегодовая вероятность – это пять категорий. SDC – Sesame Design Category. Высшая категория – пять. Для высшей категории пять – это самые ответственные сооружения. Это означает, что вот такая как бы неприятность, заключающаяся в превышении несущей способности, наступает раз в десять тысячи. Ну, как мы и привыкли, там, для МРЗ работы. Раз в десять тысячи. А теперь вторая часть. Значит, что мы считаем неприятным событием, как бы, вот мы. Это определяется предельным состоянием. А, В, С, Д. Высшее, как бы, самое строгое требование – это требование Д. Это выход за пределы линии области. То есть, появление остаточных деформаций. То есть, мы не ждем огрушения. То есть, для атомной станции, как бы, уже неприятное событие это появление первых остаточных деформаций. А, для какой-нибудь будки охранника на входе – это огрушение. То есть, это круглый и красный. Два параметра. И, вот, два параметра в сочетании определяют категория Плюс предельное состояние, определяет базис проектирования. То есть, прежде чем поступать, в проектировании того или иного сооружения, вы должны определиться с какой вероятностью вы ждете неприятности и что это за неприятность которую вы ждете дальше когда мы начинаем сравнивать случайное воздействие со случайной же несущей способностью то выясняется что вступает в действие не только ускорение но это термины спектральное ускорение фиксировать спектральной частоте раньше старые парадигме у нас было hd годовая вероятность превышения и нас интересовало только значение спектрального ускорения на этой вероятности теперь же когда у нас все плавает у нас плавает несущая способность у нас плавает воздействие нас интересует не только вот эта точка ноги наклон кривой сейсмичности в этой точке Грубо говоря, существует две крайних ситуации. Но географически, если вы представите себе карту Соединенных Штатов, то это Калифорния и Восточное побережье. Если вы представите себе карту России, то это, наверное, Кавказ и Камчатка. В одном случае, это Калифорния и Кавказ, частые землетрясения привели к раздроблению тетанических пленей. Энергия, большая, очень большая энергия не может накопиться. То есть землетрясения частые, но не слишком большие. Как поведет себя такая кривая? Такая кривая будет круто вести. То есть если вы, это 10 тысяч лет, а это 100 тысяч лет. Но в 100 тысяч лет не будет землетрясения, которое в два раза больше, чем. А будет землетрясение, ну там, я не знаю, в полтора раза, или в один и один раз. То есть кривая будет круто. Второй тип ситуации, это наша Камчатка или американские средние и восточные штаты. Целиковые и тетанические плиты способны накопить очень большую энергию. Землетрясения редкие, но они могут быть очень сильными и абсолютно другого спектрального состава. Не короткие, с очень высокими ускорениями. Абсолютно другая форма, там, спектр, не похожая на нашу плиту, так сказать, и даже близко. Высокочастотные. Как ведет себя эта кривая? Это означает, что раз в какое-то время, как бы, ну там, в 100 тысяч лет, может быть очень большой землетрясение, которого на Кавказе, грубо говоря, или в Калифорнии быть не может. И так, появился новый коэффициент. Коэффициент наклона кривой сейсмичности, вот в той точке, которая раньше у нас все исчетовала. Математику, кто хочет посмотреть, значит, здесь мораль какая? Если мы взяли воздействие с той вероятностью, которая нам окажется целевой раз в 10 тысяч лет, но учли то, что у нас, как бы, проектирование осуществляется, у нас несущая способность имеет разброс некий бета, то у нас вероятность вот этого неприятного события будет всегда больше, чем та вероятность, с которой мы брали воздействие. То есть, если мы воздействие взяли раз в 10 тысяч лет и взяли среднюю несущую способность при этом, то неприятность наступит не в 10 тысяч лет, а там, я не знаю, в 8 тысяч лет, или в 7 тысяч лет чаще она наступит. Поэтому нам надо учесть вот этот вот разброс. И появляется некий дополнительный коэффициент, вот этот вот коэффициент ДФ. То есть, ОХРС – это Unifold Hazard Response Spectre. Это привычный нам вот этот спектр, там, раз в 10 тысяч лет превышенный, ну, тот, к чему мы привыкли. Он домножается на некий коэффициент, который зависит от чего? От параметра вот этого наклона. То есть, грубо говоря, да, и он ограничен вот этот вот, что это максимум из единицы и некоторого выражения. Значит, что это означает? Это означает, что он не может быть меньше единицы. То есть, это коэффициент только повышающий. То есть, если он меньше единицы, оказывается, согласно вот этому выражению, мы берем вместо этого единицу, отсекаем. Второе. Значит, я не поленился и посчитал граничное значение наклона, при котором правое выражение становится равным единицей. Вот это граничное значение. 1,8937. То есть, если при переходе от 10 тысяч лет к 100 тысячам лет ускорение увеличилось больше, чем вот эти 1,89 раза, то этот коэффициент будет повышающий. Если меньше, то есть кривая будет круче, то коэффициент будет меньше единицы, следует, что мы должны брать единицу. То есть, грубо говоря, для Калифорнии и для Кавказа не изменится ничего. А вот для Камчатки и для Восточных Штатов изменится. То есть, это следствие вот этого учета дополнительного параметра, который является дополнительным требованием к сейсмологу. Теперь в отношении проектирования. Вот этот самый стандарт 4305 ввел следующие требования. Два требования. Ну, это две альтернативные формулировки одних и тех же требований. Посмотрите, первый критерий. При использовании в качестве сейсмического воздействия вот этого самого нашего расчетного спектра, ну, произведения сейсмического на этот возможно повышающий коэффициент, вероятность превышения несущей способности неприемлемого поведения не превышает 1%. А если мы возьмем в полно раза больший спектр, то вероятность не должна превышать 10%. То есть, это требование к выбору уже не воздействия, а к выбору критерий прочности, результатов расчета нагрузки и коэффициентов нелинейной работы. Сейчас я покажу, как важно. Ну, это, ладно, математика. Вот, смотрите. Это схематизация процесса проектирования. Вот это вот Design Basic earthquake – это наше воздействие. Это несущая способность. Это прочность. А это нагрузка, вычисленная при вот этом расчетном воздействии, какими-то методами нашими. А это коэффициент нелинейной работы, который по смыслу обратный нашему К1 в норму. То есть, он не больше единицы всегда. У нас К1 меньше единицы, а это больше единицы. Смотрите, что получается. Теперь у нас при одном и том же, вроде как, заданном воздействии, у нас может быть, ну, например, много реализаций. Сто реализаций. И я выбираю, и там 20 методов, 20 моделей мы создали одного и того же сооружения. И получили этих результатов при одном и том же воздействии, насчитали результатов тысяч. С какой обеспеченностью мы должны взять результат, который мы будем закладывать в проект? Проектировать будем мы. По какому? Проектирование наше? Это всегда дотроминетический процесс. Мы берем одну величину нагрузки, одну величину прочности, но, как мы помним, она должна иметь какую-то обеспеченность. Так вот, консервативным является брать прочность и коэффициент нелинейной работы с, возможно, меньшей обеспеченностью. То есть, что значит прочность с маленькой обеспеченностью? Это значит, я взял прочность с обеспеченностью, ну, в среднем, они бы считают, 2% берется. Это значит, что вы взяли 100 образцов, и в 98 случаях у вас прочность превысила то значение, которое вы взяли. То же самое с коэффициентом нелинейной работы. А вот нагрузку, которую вы посчитали при одном и том же воздействии, надо брать с, возможно, большей обеспеченностью. И вот показано в стандарте, что и цель этого стандарта так организовать дотроминистический расчет, чтобы в итоге на выходе получалась вот эта вот нагрузка, ну, в терминах прочности, ну, грубо говоря, силы в колонии, там, магниты в колонии, там, да, значит, с обеспеченностью 80%. Значит, так, 2% здесь, 5% здесь, 80% здесь. Теперь смысл двух стандартов. Стандарт АСЦЕ-4 описывает, как мы получаем вот эту самую нагрузку в результате расчета сооружения. Нагрузку на конкретную конструкцию. Стандарт внутренней усилии. Стандарт 4305 описывает, какие нам для проектирования брать значения прочности и значения коэффициентов нелинейной работы. Я вам скажу страшную вещь. Мало того, что вот эти вот значения и коэффициентов нелинейной работы не для сооружений берутся, как у нас на норму, а для отдельных конструкций. Как, кстати, указал, сейчас во всех нормальных нормах они берутся отдельно для отдельных конструкций. Да я вам более страшную вещь скажу. Даже для одной и той же конструкции они берутся разными для разных форм деформаций. Грубо говоря, если у вас есть стенка, то для сдвига и для, например, изгиба из плоскости этой стенки будут разные коэффициенты нелинейной работы при одной и той же нагрузке. А у нас, как бы, мало того, что... А у нас вообще для всего сооружения в наших, ну, гражданских нормах это берется, да? Итак, ну, вот этот 80% это вычислено. Вот что надо сделать для того, чтобы вот те целевые показатели, там, 1% при расчетных и 10% при полутора расчетных нагрузках как бы выполнить. Вот для этого надо, чтобы нагрузка была 80%. И это провозглашено целью стандарта. А теперь тоже очень интересная, как бы, подробность поучительная. Как построен, в принципе, американский стандарт с идейной точки зрения? Он говорит, вот цель наша получить в результате расчета нагрузку конкретной конструкции с обеспеченностью 80%. Мы вас не регламентируем, как вы это будете получить. Мы вам покажем 1, 2, 3, 4 способа, как это сделать. Но если у вас есть пятый способ, и вы можете продемонстрировать, что вы вот этой цели достигаете, флаг вам в руки. Понимаете, да, пищи? Не делай раз, делай два, делай три. У вас есть выбор. Есть цель. Цель затверждена, она не меняется. Есть способы, которые гарантированно приводят к этой цели. А есть, если у вас есть какие-то лучшие способы, пожалуйста. Только покажите, что они приводят к этой цели. Теперь, ну, здесь, как бы, новые требования к сейсмологам. Сейчас не буду, как бы, делать. Теперь, по поводу множественности моделей. Теперь перейдем к, собственно, к моделирую. Важный пункт. Еще до построения модели должна быть сформулирована цель конкретного расчета. То есть, нету просто моделей сооружения. Вот есть сооружение, и для разных целей это сооружение должно и может моделироваться по-разному. Одно и то же сооружение. Причем это касается не просто там густоты сетки, а это касается иногда задания, параметров, имеющих один физический смысл. Ну, например, вариант. Значит, может быть, общая реакция, а потом вы будете считать усилия. А может быть, сразу вы хотите посчитать все вместе в один шаг. В зависимости от этого меняется там густота сетки. Дальше. Вы хотите считать спектры на этажах, или вы хотите считать усилия. Вы не померите, но, согласно рекомендациям стандарта, демпфирование при этом должно приниматься разным. То есть, физически у вас система, которую вы рассчитываете, не просто там сетка у вас разная, и численные модели разные, а даже физические параметры, которые вы задаете, когда вы рассчитываете усилия, вы можете прибавить одну степень демпфирования. Потому что, грубо говоря, если оно выйдет из линейности, то оно уже будет работать там как нелинейность. А когда вы спектры считаете, то оно еще в линейном диапазоне работает. И это приведет к другому модельфированию, и, соответственно, это будет физически другая модель. Не просто математическая, это будет физически другая модель. Частотный диапазон. Теперь смотрите. Модель должна позволять достоверно получать результаты в определенных частотах, о которых вы тоже сначала должны подумать до того, как вы создаете эту модель. То есть, грубо говоря, усилия в основном определяются перемещениями. Перемещения более низкочастотные. Если же вы хотите посчитать, как трясутся у вас отметки, потому что там у вас ценное оборудование прецизионное установленное, и вам надо, что волнует обрушение конструкции, сколько точно сработает оборудование. Значит, у вас вот этот частотный диапазон, который должна пропускать ваша модель с достоверностью, должен быть другим. Вот требования. Это требования НРС для высокочастотных воздействий. Значит, это как раз для восточных штатов и центральных штатов Соединенных. Значит, модель пропускает до 50 Гц, спектр строится до 100 Гц. Напоминаю, что согласно требованиям прежнего стандарта 4,98, спектр строится до 34 Гц, потому что тогда все записи шли из Калифорнии, и считалось, что Калифорния – это и есть, как во всем мире происходит, до тех пор, пока у них не стало трясти восточные штаты, и когда выяснили, что совершенно другие частоты, совершенно другой диапазон, и весь мир перевернул. Стоп, ой, извиняюсь. Хорошо. Дальше перевернулся. Что, что? Мир перевернулся. Мир перевернулся. Да, да, ну вот видите, на этих словах. Почему драма была в Штатах с этим связанная? Потому что они же понастроили по всей стране атомных станций, в частности, на восточном побережье и в центре, и понастроили их, основываясь на определенных спектрах, которые, как выяснилось, происходят только из Калифорнии, а здесь совершенно другие. И что же им теперь делать, когда выяснилось, что спектры совершенно другие, выше предыдущих, что им надо закрывать все станции, построены. И вот они стали извиваться. Теперь рекомендации по дискретизации. Тоже вещь, которую, я думаю, интересует многих. Значит, это общие рекомендации, связанные с расчетом внутренних усилий в конструкции для подробной модели. Для правильного расчета сдвигов плоскости сдвиговые стены по высоте, как минимум три элемента. Для учета поперечного сдвига при изгибе плит 1,6 от короткости или 1,8 от длинности. Смотрите, для учета поперечного сдвига при изгибе стен должно быть как минимум 4 элемента по высоте этажа. То есть это требование к подробности модели. Ну, дальше, значит, ну, прочтете кто, кому, но просто конкретные, я говорю о качестве документа, конкретные рекомендации. Не меньше с таких-то элементов по длине, не меньше и так далее, и так далее. То есть документ предельно конкретный. И в конце, как я и говорил, следует убедиться, что густота сетки позволяет работать в частотном диапазоне, представляющем интерес. А какой частотный диапазон здесь не говорится, потому что вы сами должны определить, до того, как вы начнете работать, для какой цели вы собираетесь проводить расчет, и поэтому какой частотный диапазон для вас будет интересен. Дальше. Теперь вот смотрите, что я выделял. Моделирование жесткостных свойств в железобетонных конструкциях с учетом растрескивания. Значит, вот таблица. Есть изгибная жесткость, есть двиговая жесткость, есть осевая жесткость. Ну, начнем с конца. Осевая жесткость, в принципе, у нас не меняется, кроме растянутых колонн, в которых работает эта площадь термотуры. Понятно, да? Сдвиговая жесткость не меняется, кроме растресканных стен, где она в два раза должна уменьшаться. Изгибная жесткость в основном в виде коэффициента 0,5, 0,7 и так далее. Почему я выделил вот эти вещи? Во-первых, в данном случае растрескивание влияет не только на прочность, но и на динамические характеристики. Вы понимаете, что если жесткость конструкции зависит от поменялось, два раза и так далее, то у нас частоты поползут. Соответственно, и спектральное ускорение у нас поползут и все такое. Но здесь, на мой взгляд, есть определенный челлендж для разработчиков конечный элементный комплекс. Поясню, какой. Я спросил своего хорошего знакомого одного из авторов этих норм. А как мне задать? Вот я задал конечный элемент, там, пластина, плита, например. Я задал свойства материала Е и Ж, и она мне посчитала. Теперь вы мне говорите, а сделай-ка в два раза меньше изгибную жесткость, не трогая сдвиговую. Пардон, если я уменьшил... Да, он мне отвечает, слезу отвечает. А уменьшил модуль Е в два раза. Я говорю, а что у нас будет скрестиваться на пассуна? Тогда... Значит, как я вижу решение этого вопроса? Значит, нам нужны конечные элементы, которые позволяли бы независимо, не через свойства материала Е и Ж, и коэффициент Пуассона, а независимо менять изгибные жесткости и другие, как бы, жесткости, не привязываясь, чтобы учесть вот эти вот эффекты изменения динамических свойств и жесткостей с учетом растрескивания бетона. Ну, а когда растрескивание приключается? То есть, там есть определенные критерии, то есть, когда вот это... Надо переключаться с одной жесткости на другую жесткость. Теперь, ну, это вот... Как учитывать, как бы, вот это растрескивание? Первый расчет проводится с нерастрескиванием бетоном и с дефилированием 4%, которое свойственно нерастресканым бетоном. А дальше, либо вы конструкция за конструкцией проводите анализ, какие конструкции перешли предел растрески, а какие не перешли. Потому что, опять я возвращаюсь, наши нормы К1. Ну, покойный гуран тут докладывал, что не может быть К1 для общего, для сооружения. Какие-то конструкции работают нелинейно, а другие конструкции в этот же самый момент работают вполне линейно. И поэтому... И к этому тоже относятся. То есть, это зависит от конструкции конкретной. Эта колонна работает линейно, а эта колонна работает не линейно. При одном и том же воздействии. Уж какой тут К1 для всего сооружения? Значит, и вот... Изменяются свойства моделей только для попавших под растрескивание стен. И повторяется расчет. То есть, итерационный расчет моделей для учета растрескивания. Теперь... Ну, это продолжение. Но, если расчетчик не уверен в напряженном состоянии, либо типовой проект рассчитывается, когда у нас, ну, мы неизвестно, следует обогнуть результаты двух расчетов. Расчет растресканный, расчет нерастресканный, взять огибающие, ну, или максимальные усилия. Ну, как бы на безрыбе, рак-рыбе. Теперь, да, можно динамический расчет железобетона с конечной элементной моделью, учитывающей образование трещин. Я видел такие модели. Представляете себе, сколько элементов должно быть на одной стене, чтобы, вот, как пойдет трещина, вот, конкретная, просто следить. Не так вообще там уменьшить в два раза, даже, вот, как именно пойдет трещина. Но... Да, и вот это, по-моему, выводы, которые я сказал. Надо разрабатывать новые конечные элементы для учета растрескивания бетона, позволяющие разрывать связь между модулями Юнга и модулями Сдвига. Потому что они меняются не одновременно и не пропорционально. С динамфированием, значит, выделяются три уровня реакции по интенсивности. Упругая реакция, реакция с, как бы, с малой неупругостью, и реакция с большой, как бы, неупругостью. И уровень динамфирования в вашей модели должен определяться тем, вот, в какой области будет работать конструкция. Здесь ситуация несколько проще, чем с растрескиванием, потому что, ну, все-таки инженеры всегда считают, что чем меньше динамфирование, тем больше реакции. И считают, что занижает динамфирование консервативно. Поэтому они говорят, ну, не надо, если вы не хотите колонну за колонной анализировать, возьмите меньший уровень динамфирования для всего сооружения, и вы получите консервативный результат. Ну, на самом деле, строго говоря, это, как бы, там, не на 100% так, но, так сказать, среднестатистически, на вскидку, ну, соответствует здравому смыслу, инженерному, поэтому здесь немного, как бы, проще. Но обращаем внимание, что для железобетонных конструкций, вот, за пределами стадии, вот, мы рассчитываем у себя, значит, здесь у нас 4%, здесь у нас 7%, а вот здесь у нас 8,5%, это, наверное, разрешает 10%. Динамфирование в сильно, как бы, нелинейной стадии. Но, повторяю, сильно нелинейной стадии для нас это оценка при запроектных воздействиях, потому что при проектных воздействиях, ну, наши, например, атомные конструкции не разрешаются работать нелинейно. Если оно при проектном воздействии вошло в нелинейную стадию, значит, вы плохо спроектировали, идите и переделайте. Так, ну, это описание вот этих вот уровней реакции, не буду останавливаться. Тоже, кто, значит, зависит, опять же, принятие динамфирования зависит от того, какие у вас предельные состояния. Если у вас А, Б и С, то есть допускается нелинейная работа, то тогда вы можете принимать уровень реакции 2, среди, то есть 7% дефриль, как у нас в премерзе, независимо от напряжения в конструкции. Вот то, что я говорю. А вот если уровень допредельного состояния D, то есть когда у вас не допускается выход за пределами угробной работы, там уже каждый раз надо обосновывать для конкретной конструкции. По умолчанию нельзя. Теперь, собственно, на этом такая вот содержательная часть, но не считая уникальных сооружений, как бы, закончилась. Хочу сделать анонс, что еще есть в этом стандарте, если вы захотите, я, как бы, готов осветить эти вопросы. Четвертая глава расчета сооружений. Смотрите, линейный расчет во времени, линейно-спектральный расчет. Это не СНИПовский. СНИПовский, как я неоднократно говорил, это кастрированный линейно-спектральный. Много раз причем-то кастрированный. И надо каждый раз помнить о том, какие мы сечения происходили каждый раз, прежде чем вы будете применять СНИПовский метод для расчета ответственной конструкции. Есть большая разница между, на самом деле, линейно-спектральным расчетом, ЭЗО-ТИС, что называется, и тем расчетом, который представлен СНИП. Теперь, смотрите, здесь многооборные системы. Комбинация, смотрите, комбинация моделей реакции, комбинация реакции на разные компонентные воздействия, комбинация параметров многопараметрической реакции. Что это такое? Это, например, у вас в колонии есть изгибающий момент, и есть сила. А напряжение, которое вы будете проверять, оно там участвует и изгибающий момент, и партнерная сила. И то у вас случайно, и другое случайно. И максимумы достигаются в разные моменты времени вообще бывает. Линейно-спектральный расчет вам дает максимумы того и другого, а что вы в критерии будете использовать? Вот специальный раздел этому посвящен. Ну и многопорная система, конечно. Наши трубопроводы, наши порталы, расчет частотный диапазония, но это в основном взаимодействие сооружениями с грунтом, как бы моя любимая тема, не буду вас грузить. Эквивалентно-статический расчет. В данном случае пока линейный. А дальше, да, многошаговый расчет, нелинейный расчет реакции во времени. А вот, смотрите, приближенно-неупругий линейно-спектральный расчет и нелинейный статический расчет. Это тот самый пушорок, о котором так долго говорили большие веки, как в последние годы. Посвящен большой разделу. Теперь дальше, смотрите, что бы я еще на вашем месте попросил меня рассмотреть, если бы директором был я. Из второго стандарта. Несущие способности строительных конструкций. Там очень интересно. Они же создали специальную группу по сдвиговым стенам. У нас железобетонные сдвиговые стены основной, собственно, несущий элемент. И они создали группу, которая не бумажки перекладывала, а которая на больших стендах экспериментально исследовала работу сдвиговых железобетонных стен как в своей плоскости, так и из своей плоскости. И на основании этого давала рекомендации. Дальше. Комбинация нагрузок и критерий для сооружения. И опять, вот то, о чем я вам сказал. Коэффициенты пластичности не просто отдельные для элементов, но отдельные для разных нагрузок для одного и того же элемента. Это вот Ка-1 наш. И требования по обеспечению пластичности. Если вы хотите, чтобы у вас... Если вы хотите воспользоваться преимуществами пластичности, то вы при конструировании должны закладывать определенные конструкторские решения, чтобы у вас пластично работало не обо что, а какие-то вещи, заранее предназначенные для такой работы. Грубо говоря, чтобы у вас не колонны рушились, а там, я не знаю, балки вблизи колонн, если уже они начнут. Теперь, из стандарта 4.16 две вещи. Моделирование и расчет динамического взаимодействия сооружений с основанием. Большая глава. И я пропустил тут пять глав. Они не так важны, на мой взгляд. Сейсмоизолированные сооружения. Специальная глава впервые. В прошлых стандартах этого не было. Посвящена расчету сейсмоизолированных сооружений. Для нас это тоже становится актуальным. Масса предложений поступает и так далее. И поэтому, на мой взгляд, полезно познакомиться с тем, что наработано коллегой. Ну и теперь последний раздел. Гипотетическое приложение. Почему гипотетическое? Потому что, в принципе, эти стандарты не предназначены для расчета уникальных зданий. Для расчета уникальных зданий. Значит, вот мы с Александром Михайловичем позавчера беседовали. Я вначале написал высотных зданий, как меня попросил Владимир Лихий. Но Александр Михайлович меня заметил вполне резонно, что есть же еще большепролетные. Кроме высотных зданий, есть большепролетные здания. Что их объединяет, если подумать? Ну, кроме ответственности, потому что если рухнет, много будет. Их объединяет низкочастотность. То есть первые формы очень низкочастотные. Что у тех, что у других. Вопрос. У нас что связано как раз с размерами? Отсюда два следствия, две специфики. Первое. Нам надо подумать о специальном воздействии, которое было бы адекватно для таких низкочастотных сторожек. И второе. При расчете надо учесть какие-то вещи, которые, может быть, не столь важны для, скажем так, нормальных сооружений, но играют для высокой частоты. Вот смотрите. Часть первая. Форма спектра. Спектры строятся отдельно. Ниже. Но я вам сейчас покажу типовой спектр. Спектры бывают типовые, завещающие от площадки. Общая рекомендация этих стандартов такая, что для низкочастотных сооружений лучше лишний раз пойти к сейсмологу. Не надо брать типовые вот эти вот беты и как бы типовые спектры. Не надо. Потому что низкочастотные компоненты имеют большую длину волны. Здесь начинает сказываться для большой длины сейсмической волны, особенно в мягком грунте, начинает сказываться неровности. То есть основание оно на самом деле не то, что неоднородное, оно даже не горизонтально-слоистое. Есть впадины. Границы слоев не горизонтальные, включая верхнюю границу верхнего слоя, то, что называют топографик. Холмы, долины. Я не был в Грозную, но я подозреваю, что там тоже не гладкий стол, рельеф, горы кругом и так далее. И то, что там гора расположена на 500 метров, она для коротких волн не повлияет. А вот для длинных волн, которые для низкочастотных сооружений волны, эта гора уже может повлиять. Ну вот, да, реализация во времени. Корреляционные коэффициенты. Обращаем внимание на корреляционные коэффициенты. Значит, когда мы считаем обычные наши сооружения, то изначально предполагается, что три компоненты поступательного воздействия между собой не коррелированы. То есть все как бы вот эти вот наши направляющие косинусы, вот то, что в наших нормах было, то, что там, по-моему, Игорь Павлович разрабатывал, это как бы чисто наши отечественные, и в мире нигде не используется, потому что записи показывают, что три компонента акселерограммы по трём осям имеют очень слабую такую корреляцию. И поэтому, когда синтезируются, например, искусственные акселерограммы трёхкомпонентные, то там специально входят ограничения сверху на эту корреляцию. Там 0,16, 0,3 и так далее. Коэффициент попажной корреляции не должен происходить каких-то порогов значений. Но с низкочастотными воздействиями дело в стойке и так. Низкочастотные воздействия коррелируются между собой. И стандарты говорят, вы посмотрите, обратитесь к сейсмологам, чтобы они вам подсказали, какая корреляция. Там коэффициент 0,3, 0,4 бывает. И это тоже влияет на результат существенный. Потому что, извините, если у вас коррелированные воздействия, то у вас правила корни квадратными суммами квадратов не работают. Потому что это правило корни квадратными суммами квадратов рассчитано на суммирование максимум независимости, физически независимых процессов. Вот смотрите, это типа формы классические спектры реакции в алгоритмических координатах. Когда мы работаем с нормальными сооружениями, вот эта вот полка, вот эта вот ось ускорения и вот эта вот наша полка спектра, ниже нее два участка постоянных псевдоскоростей и постоянных псевдоперемещений. Вот эта вот частота во всех стандартах 0,1 Гц. Вот эта частота бывает 0,25, 0,3 Гц и так далее. Она плавает по разным нормам, там она плавает. Вот частота вот этой точки B. Точка A обычно там 0,1 Гц. И с нашими, вот с Ахмат-башни мне говорил Владимир Ильич, что там в районе 0,1 Гц первые частоты и были. 0,13. 0,13. Не подеремся. Я сказал 0,1, я сказал 0,3. Это означает, что мы находимся где-то здесь. И это означает, что мы находимся на примерно полке постоянных перемещений. Поэтому и говорят стандарты, что надо исходить, когда вы пытаетесь синтезировать воздействие для такого низкочастотного сооружения типа нашей вот этой Ахмат-башни, то надо исходить из спектральных перемещений, а не спектральных ускорений как для нормальных сооружений. Потому что мы попали в такую частотную область. То есть отсюда опять же есть целый специальный раздел. На самом деле могу сказать вот какую вещь. В прошлом стандарте 4,98 был большой развернутый комментарий на эту тему выбора воздействий для низкочастот, там назывался для сооружений чувствительных низкочастотных колебаний. там подразумевалось под этим ну в атомной энергетике нету высотных зданий и очень больших пролетов. Но в атомной энергетике есть сезимоизолированные некие вещи, у которых тоже низкие собственные частоты. С одной стороны. А с другой стороны низкочастотными сооружениями являются баки с жидкостью. Если бы бак не бетонный а металлический поставили и налили жидкость, то у него низкие собственные частоты. Это тоже сооружение чувствительное, если стоит на грунте, то это тоже сооружение чувствительное к низкочастотным. Ну с математической точки зрения вы понимаете, что разница низкочастотная она и есть низкочастотная. Будь то высотное здание и так далее. Итак, это первое. Теперь второе. Да, но это просто как определяются угловые точки здесь в разных стандартах как определяются эти точки А, В и С на типовых спект. То есть если вы все-таки не можете обратиться к сейсмологам или сейсмологи вам не могут ничего путного сказать по поводу площадки, на которой вы находитесь, и вам надо использовать типовые спектры, то все-таки есть специальные процедуры, которые предписывают как определять вот эти самые угловые точки и значение спектров. То есть это ни в коем случае не наша БЭТа, я вам скажу. То есть это специальные процедуры, которые каждый раз зависят. И они разные, кстати, для скальных площадок и для площадок с мягкими грунтами. А вовсе не как у нас в обычных гражданских домах. Теперь отвлеклись от воздействия еще такие особенности желательно было бы учесть при проектировании низкочастотных вот таких сооружений, типа высотных или больше пролетов. Ну, вопрос о необходимости учета взаимодействия с основанием. По формальным критериям не всегда нужно, поскольку собственные частоты низкие, но я считаю, что не помешало просто потому хотя бы, что у нас масса очень большая. Мы с Владимиром Вячесем сравнивали, как бы смотрели характеристики вот этой Ахмат-башни и оказалось, что, например, нагрузка на основание удельная вполне сравнима с нагрузкой от реакторного отделения от одной станции. То есть мы уже с гражданскими нашими сооружениями пришли в ту область, которая всегда считалась вотчиной как бы атомщиков. А следовательно, от расчетчиков и вещи, например, взаимодействие сооружения с основанием у атомщиков чуть ли не с рождения требовалось, потому что большие массы, большие эффекты важные, они действительно определяют реакцию сейсмическую. У гражданских строителей это обычно гусевую легкость и сооружение не использовало. Но теперь гражданские сооружения приобрели такие параметры, что они уже вполне сравнимы с сооружениями атомными. А следовательно, от расчетчиков требуется учитывать те эффекты, которые традиционно рассчитаны. теперь вещи, связанные с изменением спектрального расчета. Смотрите, у нас нагрузка, которую мы предлагаем, ну, максимальное ускорение является произведением формы на коэффициент участия на спектральное ускорение. Это форма, как бы, ну, всем знакома. Ну, у нас спектральное ускорение сниповских норм расписывается на максимальное ускорение, на коэффициент динамичности, на бета, ну, в смысле, бета коэффициент динамичности, там еще добавляется коэффициент эмфирования, но по смыслу это спектральное ускорение. Что происходит у нас с низкочастотными сооружениями? Если мы возьмем первые формы, то мы знаем традиционно, ну, хотя бы из консольной конструкции, что коэффициент участия у нас довольно быстро убывает. То есть первая форма имеет максимальный коэффициент участия, а вторая вот такая вот форма уже имеет меньший коэффициент участия, а дальше чем выше формы, тем меньше коэффициент участия. На этом основании, ну, в старом СНИПе, как бы классическом, вообще разрешалось учитывать одну форму, но в новых, как бы, ну, тоже считается, что вот взяли. Но когда мы находимся в области низких частот, то следующее спектральное ускорение, грубо говоря, растет пропорционально квадрату частоты. И может оказаться так, что вот этот сомножитель уменьшается с ростом формы, а вот этот увеличивается, причем увеличивается больше, чем уменьшается вот этот. Тогда оказывается, что вклад не первых форм в ускорение может быть даже больше, чем вклад первой формы. То есть, на самом деле, когда я, как бы, стал это дело писать, я подумал, а где-то я это видел. И я вспомнил, где я это видел. на атомных станциях есть трубы, высокие и очень низкочастотные. Ну, обычно, как бы, они там, но они не столь ответственные, там их, но как-то я считал у них. И столкнулся с этим же самым эффектом. То есть, первые частоты очень низкие, периоды высокие. Но вклад в усилия и так далее, не первых форм, становится соизмеримо, а то и больше, чем вклад первой формы. То есть, ситуация непривычная для, как бы, расчета, ну, традиционных гражданских сооружений, поэтому я обратил на нее внимание. Ну и все, наверное. Я благодарю вас за терпение. И если, как бы, если вы хотите услышать продолжение, вот, по тому оглавлению, которое я вам показывал, значит, следующие шаги повторю. Это глава, посвященная методам расчета, разным, и во времени, и спектрами, и частотным диапазонами. Глава, посвященная несущим способностям и их использованию. Глава, посвященная взаимодействию сооружения с основанием. Глава, посвященная сейсинной изоляцией. То есть, каждый из них заслуживает, ну, примерно такой же, может быть, презентации, ну, или, может быть, объединение по две. Будет на то, будет ваша добрая воля, ну, и терпение меня слушать. Спасибо. Спасибо. Ну, я, меня спросил, Александр Борисович, перед этим, насчет регламента, но мне показалось, что не стоит было этим допекать. Ну, какие вопросы? Александр Михайлович, по-настоящему. Да. Александр Борисович. Да, да. Ну, я, во-первых, надумаю не только от себя всех, он дает сам, что он отвлекнулся и такой замечательный показ сделал. Ну, у меня очень много вопросов, потому что, понятно, тема близкая, там, сорок с лишним лет мы этим занимаемся. Я бы, вот, из всех этих тем выделил такие, ну, практические значения, да. Ну, первый вопрос. Вот, агреганцы, да, после атомной энергетики по УССМ, отведет вот таким путем, да. Первые два вопроса, как вы полагаете, когда к этому придет российская атомная энергетика, на РосАТМ, на УССМ, норма новая? Ну, или, какие планы, например, на эту тему существуют. И в какой мере, и насколько нужно транслировать вот эти достижизмы, и там, реальные, до свидетельствующие, да, Это для общегражданского строительства. Отвечу так. В нашей практике мы работаем, ну, как я сказал, начнем с того, что по всем известным историческим причинам самые главные сейсмические регионы Советского Союза больше не являются частью России. То есть, Молдавия, Украина, Закавказье, Средняя Азия, да, поэтому для расчетов станций в пределах России эти все вещи, ну, я скажу так, не столь актуальны. Ну, кто не знает, скажу так, что когда проектируются атомные станции и сейсмичность совсем низкая, то есть, или нет вообще данных, ну, никогда не было в истории землетрясений, нет, да, то есть определенная пороговая сейсмичность, типа 7 баллов, которая говорит, что если вы ничего не знаете, задавайте 7 баллов. Но это мало и ни на что не влияет. Поэтому-то, как бы, я и подобные мне, мы в основном работаем на зарубежных проектах, которые нашему институту достаются как на грех, прямо, знаете, со всеми остановками. Иран, Болгария, север, ближе к франче, так сказать, сейсмической области, Турция, акуль, то есть сейчас Ярдания маячит, то есть, как на грех, вот такое ощущение, что там кто-то сидит сверху и специально выбирает, а вот вам разлом, а вот вам, как бы, сейсмика, то есть 9 баллов для нас просто это вот каждый день. У наших оппонентов, которые сидят по ту сторону стола на защите проектов, уже на столе лежат американские нормы, уже на второй очереди Бушера мы столкнулись с тем, что, как бы, они, ну, поскольку мы контракт заключали раньше, у нас прописаны прежние версии американского стандарта, но они уже заглядывают в новые, говорят, а вот если вот это применить, что будет? То есть это уже в ходу, для меня вот это все, это не вопрос любознательности, а вопрос выживания, потому что если мы, как бы, этого не знаем, то нас завтра просто выкинут с рунка и на наше место придут другие. Теперь вторая часть вопроса по поводу гражданских норм. Моё глубокое... Вот, кстати, вернусь тоже к началу презентации. Помните вот эти категории 1, 2, 3, 4, 5? Так вот, американцы впервые выстроили, как бы, ну, что ли, полную систему. То есть в эту классификацию, в эту матрицу попадают, начиная, типа, от будки охранника. Поэтому эта классификация, в принципе, идейно вполне применима для гражданских, как бы, сооружений. Только там будут другие предельные состояния и другая вероятность, среднегодовая вероятность неприятных событий, да? И другое определение неприятных событий. Это первое. То есть идеология эта, как я считаю, вполне применима для гражданских норм, по крайней мере, для перспективной концепции. Теперь дальше. Вторая половина ответа на тот же вопрос, вопрос на самом деле важный, заключается в том, что... Чем отличается атомная энергетика от гражданского строительства? Тем, что в связи с большой стоимостью объектов, с большой ответственностью объектов, большие ресурсы выделяются на изыскание, да? То есть на ресурсы, которых у гражданских строителей нет. Не потому, что они глупее, а просто нету этих ресурсов. Поэтому, на мой взгляд, нормы для гражданского строительства должны получаться редуцированием. То есть у нас есть нормы для ответственных сооружений, очень разведленные, и очень такие вот продвинутые, так сказать, в разных областях. Но мы понимаем, что напрямую использовать эти нормы гражданские строители не могут. Кто даст гражданскому строительству 120-метровую толщу грунта, как бы со скоростями, там, и кривыми деградацией? Никто не даст. Кто даст ему, там, может быть, спектры? Ну, отдельно надо обсудить, что мы от сейсмологов потребуем. Но те данные, которые даются сейсмологами для атомных станций, они не дадут, то есть не хватит денег, как бы, кормить сейсмологов, чтобы они давали для гражданских сооружений такой объем информации. Значит, надо типизировать, редуцировать. Ведь что такое СНИП? Вот, как я говорил, расчетный метод СНИПа – это кастрированный линейно-спектральный метод. Взяли линейно-спектральный метод, потом сказали, уберем основание, считаем, что у нас фундамент трясется так же, как основание. Убрали взаимодействие с СНИПа. Дальше. Считаем, что нам известна форма спектра, бета. Убрали. Считаем, что форма спектра зависит от демпфирования пропорционально, великоэффициент ка-пси. То есть мы шаг за шагом, как бы, усекаем. Мы взяли полный вариант, и дальше мы упрощаем, 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 и потом... Знаете, какой анекдот? Что такое телеграфный стоп? Это СНИПа просто редактировали. Вот мы СНИПа отредактировали и получили телеграфный стоп. В принципе, это разумный подход. Но он должен, как бы, делаться опытными специалистами, отдавая себе отчет, что на каком этапе мы усекали, и для каких случаев это применимо. А для каких случаев это неприменимо. Надо назад отойти и взять более сложную версию. То есть должна быть некая иерархия в единой идеологии. И именно, я еще раз повторюсь, у меня нет никакого высокомерия в отношении гражданских строителей, что вот, типа, мы такие умные, а они вот такие не умные. Нет. Дело просто в том, что ресурсы, которые даются им, в частности по исходным данным, несоизмеримо меньше, чем то, чем располагаем мы. Поэтому, если мы хотим разработать некую вот такую цельную систему, мы должны это учитывать, реальность. Иначе мы можем, конечно, загнать, ну, мы просто в тупихах загоним, они не смогут пользоваться. Я, 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 ножки, бродюшки. Зай, можно вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, у вас есть личный опыт прохождения экспертизы с зарубежными объектами? Да. Начиная с первого блока Бушера, с которым... С первого блока Бушера, была экспертиза? МАГАТЭ, 9 лет мы проходили. У меня 3 паспорта кончилось зарубежных на иранских визах. Именно расчетные? Расчетные, да. Значит, у иранцев опыта не было, поэтому они пригласили МАГАТЭшников. Американские нормы, да. Да, на столе лежали американские нормы. Я вот говорю, это язык, на котором мы с ними говорили. Там в группе были, кстати, там, я даже не помню, были ли американцы, там были и аргентинцы, и французы, и так далее, международные группы. Но вот этот вот язык американских норм, он как бы чем ценен? Это как английский язык, все на нем говорят. Худо или бедно, но это язык, который понимают все. Пусть с акцентом, пусть как-то, но это вот понятийная такая вот вещь, которую понимают все. И мы с французами, и с немцами, и так далее. И вот мы 9 лет, пока, наконец, МАГАТЭшники так и не дали на самом деле разрешение. Но иранцы, которые сначала сидели молча, а потом стали уже участвовать, они на 9-й год сказали, что, ребята, мы долго вас слышали, мы верим русским. Но первый расчет реакторного отделения был выполнен в программе СКАД на основании российских норм. Не, ну это да, и они никуда не пошли, они никуда не пошли. То есть вы пользовались американскими нормами? Да, и американскими, кстати, программами с Россией. А парад для обеспечения? Да, но есть, поскольку там, ну, как я сказал, для этих всех задач взаимодействие с грунтом очень важно, да, особенно на Бушеве, потому что там низкальная площадка, ну, глины, сублинки. Там высокий угром, да, да, там, да, грунты такие средние, а с учетом деградации они даже скорее... И так, что еще подстилающие? Что разумеет, нету там подстилающих, к сожалению, нет. Там какого-то сверху, это кодочек сверху, который снимается. Это не подстилающие. Вот, то мы использовали, собственно, американские программы, ну, там, САСИ, КЛАСИ и так далее, которые были нам переданы в Россию в начале 90-х годов в рамках программы ТАСИС. Помните, была такая программа помощи России со стороны, помню, Евросоюза, что ли, да? Ну, в действительности еще времена. Вот мы получили эти программы, я лично перевел их там на персональный компьютер, который провел через аттестацию в Госатоматодзоре и так далее, и так далее. И сейчас это является основой нашего такого флота программ. А для конечных элементов, ну, мы используем Абаркус. Какие-то наши коллеги используют ТАСИС. Ну, мы, вот, Александр Михайлович, не даст соврать, эти тяжелые универсальные комплексы, они примерно все друг друга стоят. Ну, одного класса, вот эти вот, для верхних строений. Но для взаимодействия с грунтом приходится использовать специализированные программы. Но в ТАСИСе разве модуль расчета шлицепетонов за лужи? Мы считали, там считалось, первый блок считался по достаточно упрощенным моделям. А более, вот, второй, третий, которые сейчас начали строиться, они по Абаркусу считаются. И там, в конечном итоге, там применяется скат, но скат, знаете, где применяется? Скат применяется для проектирования строительных конструкций после того, как определено движение фундамента. То есть, грубо говоря, я вот буду, если вы меня сюда пустите еще с четвертой главой с методами расчета, там, если помните, был такой пункт, многошаговый расчет. Так вот, в чем заключается многошаговый расчет? Сначала, на первом шаге, мы рассматриваем основание, сооружение, более-менее, там, упрощенную модель. И цель этого расчета, главная цель, цель этого расчета определить, как будет трястись фундаментом. А фундамент трясется по шести компонентам и так далее, он при этом считается другим. На втором шаге мы, например, берем скат, задаем уже движение фундамента, которое мы определили на первом шаге. У нас уже нет грунта, нам уже известно, грунт уже свое отыграл, да? И дальше считаем верхнее строение, и в частности, строительные конструкции. Да, для этого у нас используется скат. В котором заложены российские нормы? В котором заложены российские нормы, да, по расчету бетона, да. Ну, давай. Прошу. Татьяна Георгиевич, в разделочных нормах есть раздел конструирования. И там сказано, что независимо от расчета, скажем, если домик имеет два уровня, которые больше, чем что-то, то нужно его разделять в информационную шву. Есть ли такое уаппликация? Вы знаете, я пока до этого не дошел, но если вы помните, я вот сейчас занимаюсь переводом, параллельно пишу, как в комментарии, вот не в стандарте по расчету усилий, а вот в предыдущем, там, дизайн-критерия, да, то есть правила проектирования, вот это не 4.16, а которые 4.3.05. Вот там, по моим, как бы, ощущениям, вот там это должно быть. Вот так вот. Правила проектирования, там, правила устройства пластических шагомеров, правила каких-то конструктивных решений, вот там это должно быть. Ну, а я пока, вот честно скажу, просто я сейчас сосредоточился пока вот на 4.16, это просто мне, мне это сказать, ближе, и пока это не закончено, я, как бы, 43.05. Но у меня этот, он у меня есть физически, просто руки не дошли еще. И еще один вопрос. Вот в гражданских нормах там есть какие-то замечательные параметры, это бета. Когда какие-то вододельные козырьки, там, или еще что-то такое, это бета-5 и вперед с песнями. Есть ли вот у наших зарубежных параметры такое понятие? Ну, не скажу. Я знаю, какие-то вертикальные воздействия, в принципе. Не то. Ну, а, по-моему, да, там есть вот там, где упрощенные методы расчета, вот там есть, где квазистатические методы расчета, насколько я помню, там есть упрощающие, чтобы не считать это дело в динамике, вы, как бы, ну, просто, от балды, грубо говоря, там, вставляете какой-то коэффициент, там, я не знаю, 5, там, или 7. Это заменяет, это некий эквивалент. То есть, если вам не хочется считать какие-то конструкции, как они на самом деле ведут, вы консервативно это дело забиваете каким-то, ну, консервативным коэффициентом. По-моему, там я это где-то видел. Но, опять же, конкретно, не скажу, надо смотреть. Говорю, документы очень большие, и тут и другое. Поэтому я пока в процессе нахожусь от головы к голове ползу. Потому что, если совсем правильный вопрос, от этого совершенствования какой-нибудь экономический эффект есть? То есть, плюс, кроме исключения ошибок? Как я сказал, изначально весь диалог, в результате которого рождаются нормы, то есть, диалог между СССР и НРС построен на том, что профессиональное сообщество на деньги частных компаний, вот чтобы вы понимали, в Соединенных Штатах атомная энергетика находится в частных руках. То есть, Госатомнадзор, разумеется, государственный, он их, так сказать, угнетает. А они норовят внедрить в нормы вещи, обеспечивающиеся экономическую эффективность. Они, собственно, для этого и университетским профессорам уплатят деньги. Вот я просто приведу пример. Вот в 80-е годы, когда начиналось современное этапо взаимодействия сооружения с основанием, кто был главным двигателем вообще в развитии этой отрасли? Ответ. Частные собственники атомных станций. Почему? Потому что выяснилось, что взаимодействие сооружения с основанием включает волновое демпфирование, которое сейсмическую реакцию опускает драматически. Госатомнадзор встал на дыбы сначала и сказал, ребята, вы что, у вас демпфирование за 20% зашкаливает, вы нас хотите за дураков, как бы. И договорились проводить эксперименты и так далее. Но это просто пример вот этого экономического эффекта. Да, экономический эффект есть, больше того, он и является главным двигателем вот этого прогресса. Потому что эти исследования университетские, они проводятся на деньги чьи? Бехтель, да, вот. Мы знаем эти, так сказать, американские компании, которые занимаются проектированием, строительством атомных станций. Они-то как раз хотят снизить консерватизм, обосновать решения. Потому что, ну, как уже показывает жизнь, каждый миллион долларов, вложенный в развитие расчетных технологий, сэкономит потом на этапе стройки в металле и в бетоне 100 миллионов. Поэтому лучше я дам миллион профессору, который обоснует мне новые конструктивные решения, чем я потом буду бетоном заклебываться там и арматурой на стройплощадке. А какие-нибудь грубые оценки хотя бы есть? Ну, не знаю, я не знаю, не видел, не буду врать. Не буду врать, но, в принципе, система устроена именно так же. Если бы этого не было, то не стали бы они платить, жили бы со старыми нормами, как бы, зачем деньги тратить на... У меня такие вопросы тоже практически... Ну, на некоторые я примерно представляю ответ, но я помню, это у вас. Тем не менее, первое, вот понятно, что, так сказать, травматизм не только в изменении, там, парадигмы, концепции, тектонических, стрибитовских представлений, но для реальных расчетчиков травматизм и в серьезнейшем увеличении объема расчетных исследований. Я сейчас даже не говорю о гражданском снецах, тоже атомной, да, или, предположим, те самые уникальные здания и сооружения, для которых сейсмологи здесь должны быть, да, с этим мигранированием обязательно, да, то есть никуда не денешься. Ну, пусть не на 100 метров, но на какой-то необходимый. Вот были ли кем-то вами, значит, американцами, мировым сейсмическим сообществом проделаны какие-то вот сопоставления, да, как с точки зрения сравнения результатов, вот по старой концепции, да, по новой концепции, да, и сравнение объема расчетных исследований, ну и всего, что с этим связано, да. Сюда же добавлю еще один вопрос, да. Вот в атомной энергетике, я уже говорил много в Росатоме, и в этом смысле я там не популярен, конечно, абсолютно, что в отличие от вот гражданского строительства для уникальных зданий и сооружений, ну и особо ответственно, необходимо два, как минимум, альтернативных расчета, их дальнейшее сопоставление и так далее. Значит, в атомной энергетике остался вот этот монополизм, да, то есть как бы обид. Вот с учетом, на ваш взгляд, с учетом увеличения сложности, да, и вот такой неопределенности результатов, вот, не пришло ли время и в атомной энергетике все-таки перейти на альтернативные расчеты? Ну, начну с конца, как бы, в реальности этот вопрос постоянно озвучивается нам заказчиками, что в Индии, что в Иране и так далее. Мы на него отвечаем обычно так, что давайте, понимаете, давайте смотреть, вопрос верификации и валидации на самом деле вынесен в новых стандартах, в отличие от старых стандартах, вообще в отдельный раздел, где прописаны, представляете себе, технические нормы, там, здесь формула, там график, и вдруг написано, какую административную подчиненность должен иметь эксперт, проверяющий расчеты технических нормах, какая документация должна быть представлена по результатам расчета, чтобы ее можно было проверить, что такое верификация и что такое валидация, причем эти две вещи разнесены. То есть верификация, грубо говоря, вот вы, я вам приводил этот пример, вы взяли колонну нормальную и посчитали ее классической балкой, вместо балки Тимошенко. Вот верификация – это ответ на вопрос, а правильно ли вы посчитали ее классической балкой? А валидация – это ответ на вопрос, а применима ли вообще классическая балка в данной ситуации? То есть правильно ли работает программа, нет ли там ошибок? То есть правильно ли она выполняет заложенные допущения – это верификация. А валидация – это применимость. Тут даже не правильность теории, потому что теория может быть правильной в одном случае, а просто применимость вот этих допущений к данному конкретному случаю – это валидация. И это две разных задачи. То есть программа может быть верифицирована, и балка классическая может считаться абсолютно правильной, и к разработчикам программного обеспечения никаких вопросов не будет. А результат будет совершенно бессмысленный. И инженерная точка зрения вредная, потому что в данном конкретном случае неприменима просто. – Присоцентрированная, да. – Сама концепция как бы неприменима, да? – Значит, поэтому эти вопросы сейчас как бы прописаны. Другое дело, что является ли выполнение расчета по другой, по альтернативной программе полным и необходимым средством вот такой вот валидации. То есть нам необходимо на самом деле что? Нам необходима верификация и валидация. Вот эта цель. Как это достигается? Ну, один из способов взять и как бы по другой программе посчитать. Другой способ, который мы используем – это на каждом шаге наших расчетов с чем-то сравнивать, я говорил об этом несколько раз, с чем-то сравнивать получаемые результаты. Ну, например, я взял американскую программу с САСИ и сложной сеткой там неделю считал и посчитал там импедансы, то есть динамические жесткости на бесконечном, неоднородном основании. А после этого я беру простенькие формулы для однородного основания, там усредняю и посчитаю по ним. Понятно, что полного совпадения не будет, но если я взял разумные, как бы, разумные параметры, я должен получить некое разумное совпадение. И так на каждом этапе. То есть, есть контрольные некие точки, которые… То есть, нельзя бездумно взять вот результат «Машина железная», компьютер посчитал и вперед, проверять, валидировать, как бы, верифицировать результаты на каждом этапе расчета. Это тоже ответ, как бы, на тот же вопрос. Поэтому, что касается, видишь, вот, обязательности альтернативного расчета, как бы, я в этом не уверен. Но обязательности валидации и некоторой верификации и валидации – вот в этом я уверен. А расчет по другой программе – это просто один из способов, как бы, достижения этого результата. Но я не уверен, что это не просто по другой программе, но по другой модели, в зависимости от того. То есть, если, значит, модель та же, то это… Нет, ну, да. Вопрос в том, чтобы прописать… То есть, мой ответ такой, что цель наша, на самом деле, не просто расчет по другой модели, а цель нашей верификации и валидации. Но, как бы, достигнутая цель может быть разными способами. В частности, расчетом по другой модели или сравнением каких-то частичных результатов с аналитическими результатами или еще как-то там, как по контрольным точкам. Теперь первый вопрос по поводу, как бы, на прибавление работы и так далее. Сравнение расчетов, сравнение результатов расчетов, ну, по старым и новым методикам, оно дается в литературе. То есть, я могу сказать, как устроены, как устроены, в принципе, нормы по формату, значит, стандартные вот эти вот американские, которые, как я говорю, то на другое. Они делятся на две части, жаркое и императивное, как бы, изложение, такое вот, кривое. А другая часть, это, так называемый, комментарий, практически с тем же оглавлением, только букву КЦ, там перед каждым, и там пояснение и ссылки, как бы, на литературу. А подробности смотри вот тут. А вот отличие смотри вот тут. И вот такой вот список литературы. Я считаю, в высшей степени полезный, как бы, опыт, который давно нам, ну, пора перенять. То есть, пояснение, понятно, что вот эти вот все развернутые пояснения, в основной текст вставлять, ну, не надо, нормы должны быть нормами, да? Но дать авторам высказаться, почему они, со ссылкой на какие источники они те или иные включили положение, что они, может быть, означают. Вот эти комментарии очень интересные и полезные. Я бы рекомендовал бы, вот, опять же, если мы будем какую-то перспективную концепцию будущих норм, то хотя бы по формату вот этих норм вот этот опыт используем. Что касается объема, как бы, ну, это вот по поводу сравнения, по сути, результата. Значит, что касается объема вычислений. Да, это возрастание, но на самом деле в их, как бы, в мужской действительности идет борьба за возрастание. То есть, чем больше расчетов, тем больше расчетчик денег может стребовать. Компьютеры стали, как бы, большие, им надо загружать. Да, ну, вот, ну, чего, вот, Народолий подтвердит, как бы, как устроена эта отрасль. Поэтому они не боятся этого, они борются за это. И больше того, с моей точки зрения, вот этот перераздел между сейсмологами и расчетчиками, который произошел в отношении реакции площадки, тоже, о чем я говорил, на сейсме, то есть, ну, грубо говоря, американские коллеги-сейсмологи отгрызли у расчетчиков огромный пласт расчетов, начиная с синтеза акселерограмм, потому что теперь синтез акселерограмм поставлен на полулегальное положение в основном. Надо не синтезировать акселерограмм, потому что в ограниченных областях оставлены синтезированные акселерограммы, но во всех остальных надо выбирать из баз данных по определенным критериям и так далее. То есть, это работы, которые мы, которые всегда этим занимались, мы сделать не можем, потому что надо иметь доступ к сейсмологической вот этой развернутой информации. Это первое. И второе, вот эти свойства теперь, как я сказал, парадигма-то расширилась, и теперь уже вероятностным является не только воздействие, а, например, свойства грунта А, кривые деградации уже вероятностные, уже толщины слоев вероятностные, а ведь надо еще корреляцию между этими вероятностными, у нас 20 слоев как коррелируют между собой их свойствами и так далее. То есть, это, опять же, безумная задача, которую мы, расчетчики, которые всегда выполняли, там, по шейку считали и так далее, мы просто не сможем теперь выполнить, у нас нет исходной информации для этого. То есть, коллеги-сейсмологи-изыскатели в Штатах отгрызли огромный пласт работы, но они за это боролись. То есть, это не... То есть, у нас это как бы... Мы жалуемся на то, что акт работы прибавляется, а они радуются. Это победа. Это для них это победа. Разница в том, что у них прибавление работы означает прибавление оплаты. У нас совершенно нет такой зависимости. Но это... Тут можно два слова сказать. Это вопрос редукции. То есть, вот когда мы начнем, ну, если, когда и если мы начнем, отталкиваясь от развернутых норм, редуцировать их для массового использования, упрощая это, упрощая это, отсекая то и отсекая это, вот тогда нам надо будет иметь в виду, ну, выполнимость этого дела в нашем условии. Но есть, опять вернусь к началу, два слова скажу, что не обязательно вот этим громоздким, очень статистическим моделированием заниматься. Можно выполнять детерминистические расчеты. Хотя, правда, вот сейчас вместо одной акселерограммы надо рассчитывать на пять. То есть, минимальное требование к расчету в динамике, даже детерминистических расчетов, надо делать на пять и усреднять результаты, чтобы фазовый разброс... Даже если есть один и тот же спектр, надо пять акселерограмм под один и тот же спектр, ну, там, синтезировать или подобрать, провести пять расчетов и усреднить динамическое время. Александр Григорьевич. Вот, казается, физически нелинейных моделей. Вы говорили, что там прописано, в одних случаях надо и сгибную жесткость только учитывать, в других случаях сбеговую жесткость учитывать. Но мы знаем, если сооружение считается на какое-то воздействие, то все это взаимосвязано. Взаимосвязано. Ну, например, податливость, сбегая податливость стен будет зависеть не только от касательных, но и нормальных напряжений, там, ориентации... Я понял, что Исаан Григорьевичу предложили американцы забыть о прописании. Каким-то образом вот такие общие модели там нашли отражения или только вот такие рекомендации? Ну, как я сказал уже, там есть нелинейные расчеты, связанные с учетом этих эффектов. До них я, собственно говоря, пока не добрался. То, что я показывал, это приближенные линейные методы учета нелинейности. То есть реальная конструкция нелинейная. Но вам говорится, что если вы там не умеете или не хотите считать ее нелинейно, вы можете считать ее линейно, но параметры при этом, вот этой линейной модели, вы должны, там, вот у вас растрескивание бетона, уменьшите в два раза, там, ей, там, изгибное по сравнению с упругим. Да, это приближенный, это так называемый эквивалентно линейный способ учета нелинейности. То есть упрощен. Как я сказал, они выстраивают такую иерархию, простейший расчет линейный. Следующий эквивалентно линейный. То есть это тоже как бы линейный, но вы туда закладываете уже несколько другие... Система физических уравнений меняет? Нет, система не меняется. В эквивалентно линейном меняется не система, а параметр, который вы закладываете. Площечения уменьшили, там, модуль уменьшили, там, один модуль уменьшили, другой уменьшили и так далее. В итоге система уравнения та же линейная у вас остается. Но вы туда заложили исходные данные в эту систему, параметры другие. То есть Е, Ню и Ж, взаимозависимо жестко, а тут они... Разрываются, они разрываются. Разрываются независимому другу, да? Да, 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 ровно так, ровно так. Ну, это было, как у нас в начале развития теории железобетона. Это примерно 20 лет назад было. Пожалуйста, там написано. Если у вас есть развернутые нелинейные модели, если вы можете представить себе, как трещины у вас там будут замениться по бетону, лапам в руки, как бы, никто не запрещает. Ради бога. То есть американская гоня на обыкнутый хитрак. Они борются за работу. Мы как бы боремся за то, чтобы убежать от работы, да? А они борются за то, чтобы больше на себя перетянуть, расширить свое поле влияния, больше денег за это получить. То есть у них парадигма. Еще раз это слово, в другом смысле. Она как бы другая. Но разные стимулы просто. Ну, и вопросы есть еще. Попробуем. Что ты, Солнеч? Ну, по поводу отрезания. Значит, наши сисконки наконец стали заниматься настоящей механикой. Не просто там придумывать что-то, а вот пытаться включить математику. Значит, есть сейчас в физике Земли такое направление, оно давно идет, но сейчас оно выходит на результат. Когда можно, имея карту очагов землетрясения, задать возможную работу очага. Ствикли там, еще что-то там, настоящее, ствикли сброс, там, очень разные такие вещи. И дальше они могут рассчитать путь распространения, вот грубое то, сооружение. Причем, все толще было. Значит, это глубины там, он говорит, да, и от самых поверхностных, где-то там 20, 30, 50 километров. Они все это могут считать и нарисовать, сесть по граммам. Причем чуть ли не по всем трём кардинам. Значит, никто, сейсмоглов, пока еще так не работает. Один человек так работает. Очень хороший, замечательный человек, он так умеет делать. Вот как вы смотрите на то, чтобы, может быть, попытаться с такими людьми взаимодействовать и самим начать считать это? Смотрю, как бы, положительно. Больше того, недальнее, как вчера... Считать, на самом деле, можно. Нет, расчет все-таки в руке идет. Вот это нелинейность, а дальше... А дальше, да. Читал, и в американских, как бы, нормах, есть вот в этом комментарии про ответственные, там, вот эти низкочастоты сооружения, там, вот конкретно то, о чем вы говорите. Что, да, существуют модели, которые моделируют очаг совместно с путем распространения. Но сказано там, что пока даже там это находится в сравнительно, ну, как они говорят, начальной стадии развития. Поэтому результаты таких расчетов обязательно должны сравниваться с записями, опять, с теми же базами, для того, чтобы их верифицировать и, как бы, валидировать, чтобы надежно их подтвердить. Потому что посчитать-то они могут уже. Наши так делают. Особенно в эпицентральной зоне уже есть там, вот Калифорния вся просчитана, я вот в Корее был на смерти сейчас, в Пусане, считают уже. Но обычно, во-первых, это делается для сравнительно близких, ну, вот, эпицентральных, скажем так, областей, когда понятно, что, ну, расстояние измеряется, скажем так, километром и от очага. Во-вторых, сейчас уже считаются даже не линиями модели грунтов. Вот, вместе с очагом. И путь тоже не линиями считается, потому что для интенсивных там грунт работает не линиейно, особенно, как бы, мягкий. Такие вещи есть, но они, вот я говорю, что по требованиям нормы, они нуждаются в некой дополнительной, как бы, валидации, а так они даже прописаны, и я думаю, что за этим будущее, на самом деле. Вопрос только в степени зрелости и готовности, вот здесь и сейчас, и еще эта готовность для разных областей разная, потому что какие-то области, вот, типа той же Калифорнии, они очень хорошо изучены, они знают все разломы, там, достаточно густо, там, изыскания проходили, они знают грунты, ну, достаточно подробно, они могут построить модель. А для какой-то области, там, я не знаю, Нового Воронежа, там, где мы строим, там, атомную станцию, там просто вы модель-то можете построить, чем вы насытите ее в смысле исходных данных? Вам же нужен миллион параметров. Да, вы сделали миллиард конечных элементов, да, компьютер у вас это дело потянул, расчет, но вы же должны параметры этого миллиарда конечных элементов заложить. То есть вы должны провести такие изыскания, то есть где-то они есть, вот, типа Калифорния, а где-то их нет. И тут вопрос к сейсмологам даже не столько по расчетам, сколько по добыванию информации для насыщения этих элементов. Вот теперь насчет добывания информации. Значит, ну, мы строители, понимаешь, мы занимаемся взаимодействием сооружений города, да, не нам, конечно, с вами об этом говорить, но сейсмологи, оказывается, не занимаются взаимодействием прибора и грунта. Значит, на прибенных частотах, например, ну, старый прибор ВИК просто так сильно взаимодействует с грунтом, что его просто показания нельзя применять, он их искажает, ну, как бы, проглопадет, начинает работать. Так они измеряют все здесь программы на каких-то фундаментах. Ну, может быть, легкое сооружение куда не шло, но я сам видел здоровенные фундаменты, специально закопанные для этого дела, но они все такое. То есть они... то мы можем посчитать, на каком расстоянии его влияние, колебания этого сооружения не будет оказывать на колебания подходящих фунд. То есть вот эта зона влияния от самого сооружения, которая, как вы говорите, колеблется на низких частотах, не так, на каком расстоянии? Это там ясно, там примерно 3 диаметра реакторного отделения это будет достаться. Вот что-нибудь у вас такое? Ну, такие вещи, просто, я могу сказать, это даже не у меня, а... Вот я говорю, что когда, как бы, вся вот эта лапротерская перешла в практическую плоскость и поссорились НРС и ССР по вопросу вот этому, то решающим стал эксперимент в Латунде. Значит, несколько стран, Америка, Япония, Швейцария, туда затесалась, которые тоже... Они скинулись, выбрали Тайвань как место сейсмической активности и построили там полигон, на котором они построили большие, ну не один в один, но большие бетонные сооружения и обвешали их игру и основания вблизи них массивами сейсмографов. Потом они дождались реальных землетрясений, не, так сказать, симулированных, да, а реальных землетрясений, и провели и записи эти, и в течение, по-моему, пяти лет на все лады, вот Ольга Витальевна Павленко из ФСР участвовала, она работала когда в Японии, она участвовала в обработке вот этих вот данных. И там они как раз увидели и подтвердили, они подтвердили правильность вот этих всех теорий, там, с волновым демпфированием и так далее, и так далее. После этого НРС приняло, ну, сняло вот эти ограничения, которые они до этого вводили, там, 20% демпфирования, тогда максимальные, и поверенные они, потому что это был подтвержденный эксперимент. И в частности, один из результатов был как раз, поскольку у них был не один сейсмограф, а массив сейсмографов, ближе, ближе, ближе и на фундаменте, да, то они могли зафиксировать влияние, так что это, ну, вот как на самом деле, с моей точки зрения, это зависит сильно от слоистости. Это зависит не только от размера фундамента. То есть, грубо говоря, один и тот же фундамент на одном и том же поверхностном грунте будет иметь разную область влияния, в зависимости от того, есть ли на небольшой глубине скала под ним, под тем же грунтом, или это однородное полупространство. То есть, по однородному полупространству волна убежит далеко от этого сооружения, а если будет неподалеку скала подстрелающая, то она, ну, по моим ощущениям, она не даст вот этому влиянию распространиться слишком далеко в сторону. Поэтому это вот не просто 3-4 фундамента, ну, размера фундамента, да, а надо еще смотреть в глубину, от этого будет зависеть. Это лично мое ощущение, но такие данные, как бы, они существуют в природе натурой причем, это не какие-то расчеты, как бы умозрительные заключения, а это измерялось. И насчет ваших труб. Есть очень старая фотография, где труба сдавалась в верхней, там, третьей четверти. Это эффект холоста. Да. Это эффект холоста, это известная вещь. И там все остальные формы, да, оборудование. А что такое эффект, если подумать с нашей точки зрения, на телебашне это все. Что такое эффект холоста? Ведь это влияние высших форм. Конечно. Это и есть влияние высших форм. То есть, если мы разложим, как бы, эту трубу, ну, возьмем много форм, и посмотрим, из-за чего возникает эффект холоста, то он возникает из влияния высших форм. Это аккуратно то, о чем я говорил. То есть, как раз особенность высотных зданий, вот я рад приветствовать Владимира Ильича, который появился. Это просто и есть доказательства. Да. Просто к тому, что надо учитывать, то есть, отличие вот высотных тех же зданий от традиционных гражданских зданий заключается в том, что влияние высших форм будет значительно больше по сравнению с первой формой. Это если они конечные. Ну, понятно. Это если они конечные. Нет, ну, а... Это и хлыст вообще у пастухолана тоже конечный. Нет, ну, на славу Богу, еще не нашелся местный руководитель, который бесконечно башни построит, да? Все башни, которые строят, ну, чтобы выслили все. Нет, я говорю, нет, я говорю, не конечные, а конечные. А, конечные, а. Только там хлыст появляется, других местах нету. Ну, почти нету. Ну, тут не скажу, надо подумать. Ну, нет, почему появится, потому что даже в одномерной задаче у нас же ускорение на верхушке удваивается, отражение, ну, свободное, возьмите горизонтальный средство, да? Значит, у вас идет, и эффект проявляется в том, что у вас ускорение при отражении свободной поверхности удваивается. Это тоже своего рода эффект хлыста с точки зрения ускорения. Удваение, это и на полупространство. Да, и на полупространство так же, но это тоже, это тоже пример, который сам. Там, там не хлыст, все-таки и здесь не хлыст, а я имею в виду именно конечность. Ну, с конечными не работают. Там получается формы именно такие. Да. Спасибо. Ну, есть и все, возьмите. Спасибо. Спасибо. Вадим Владимирович с вами приехал, да? Да, нет, он сказал, что он сам приехал. А, вы быстрее его приехали? Да, я не хочу. Но мы, хотя все равно, там две причины, попросить Дмитрия Александровича, на втором вопросе, потому что у него еще и самолет скоро у нас. Дмитрий Александрович, опознанный проректор Новосибирского университета, хозяин симпозиума нашего седьмого уже по счету, который у нас два раза в год проходит. ...университету, но, проще говоря, Сепстрину выпала честь принимать столь представительное симпозиум, и я, безусловно, рад, которые могли бы какую-то информацию предоставить. Так, место проведения Новосибирска, Мегасту Сепстрин, дата симпозиума обозначена с 1 по 8 июля. Сегодня мы уже запустили демонстрационную страницу, статическую страницу с первым информационным письмом, которое находится вот на этом адресе. В принципе, найти ее легко, достаточно. В любом поисковике можно набрать Сепстрин, зайти на наш сайт, и на импотке конференции можете щепнуть и посмотреть. Там уже будет первое информационное письмо, я сейчас проверил, оно уже есть, оно работает. Сепстрин, да. Сибирский строительный институт. Ну, я два слова буквально, может быть, все-таки о городе, в котором, я надеюсь, большинству здесь присутствующих удастся нас поприветствовать в том городе. Это Новосибирск. Основан в 1893 году. Я, конечно, более подробно расскажу, когда вы приедете. Мы гордимся тем, что мы являемся крупнейшим в России муниципальным образованием. Третий по размеру город по численности населения. Но Москва и Санкт-Петербург имеют несколько иной статус. Поэтому муниципальное образование, мы крупнейшие. Крупный транспортный, логистический узел. Огромное количество образовательных учреждений. Академгородов, безусловно. И различного рода культурные объекты, которые тоже будет возможность посетить. То есть скучно не будет гостям нашей конференции. Два слова о Синстрине. Мы тоже, собственно говоря, гордимся, что мы старейший вуз города Новосибирска приехал из Томского политехнического института, созданный в 1933 году. Наша древность, она, с одной стороны, позволяет гордиться, с другой стороны, создает определенные сложности. Здание старое. Но мы стараемся поддерживать его в таком виде, что нам его не стыдно будет вам показать. И долгое время от Урала до Тайнего Востока мы были единственным учебным заведением, которое готово инженеров и архитекторов. Ну а теперь вот после такой вот оптимизации учебных заведений остались. Вот мы и в Томске. Ну, если смотреть из Москвы, в Новосибирске в Томске, они вот в одну точку соединяются, 250 километров, можете посетить, никаких сложностей не... Вот так выглядит, когда приедете к нашим зданиям. Ну и, в принципе, мы гордимся тем, что получилось, что и часть учебных заведений Новосибирска берут свое начало из нашего Сибстрина. Это достаточно давно. Университет геодезии и картографии. Институт геодезии и картографии выделился отдельным факультетом. Позже стал академия. Сейчас это университет. И архитектурная академия. Сейчас университет архитектуры, дизайна и искусств. Вызывается так. Но до 1993 года мы были единым учебным заведением. Мы разрабатываем программу и реализуем вместе с правительством Новосибирской области вот такую региональную программу развития, где позиционируемся в рамках нашей разработанной в области программы реиндустриализации Новосибирской области. Отвечаем за кадры реиндустриализации в сфере строительства пешечно-коммунального хозяйства. Наука нашего университета тоже представлена весьма представительно. И фамилии, безусловно, вы здесь части знаете. О коллегах уже здесь меня спрашивали. Мы, собственно говоря, можем такую информацию представить. Работает с 2015 года у нас достаточно широкий спектр международных контактов. С 2015 года у нас работает консорциум во главе с нашим университетом, куда входит, собственно говоря, Новосибирский университет и университет для системы технологий. Геоксическая академия раньше называлась консорциум совместно со Штуберским университетом. И подписано соответствующее соглашение. Это один из примеров, на что мы активно работаем. У нас ректор Юрия Леонидовича в этом году подписал соглашение с корейскими университетами. В 2015 году создана кафедра ЮНЕСКО, которую облавляет ректор нашего университета. Вы знаете его, безусловно, Юрия Леонидовича. И ее возглавляет. То есть вот кафедра несколько в другом плане работает. То есть это экологически безопасные технологии природного устройства и его допользования. С достижениями этой кафедры, безусловно, тоже вас с радостью познакомят. И у нас в университете действует несколько центров образовательных. Ну, например, вот, в том числе, вот, в контексте возлучавшего прекрасного доклада, вот, КАТФИОМ, СИПСКРИН. И мы принимали, вот здесь вот, видите, знакомые лица. Очень хорошо видно. Мы уже работаем много и, в принципе, наработки у наших коллег значительные. И, безусловно, вот, Федорова Наталья Николаевна принимает самое активное участие в организации этой конференции. Я здесь сетевой график привожу, да, то есть небольшой. Из чего, из таких будет складываться конференция мероприятий. Ну, вот, рекомендую прибыть в воскресенье 1 июля. К этому времени мы, ну, естественно, расписание самолетов, когда будет более уточнено к лету, естественная информация будет размещена, и мы организуем централизованный трансфер. То есть, вот, ну, определимся с наиболее удобным рейсом, по Греневску вас заберут. Размещение, вот, для тех, кто прибудет, ну, например, в воскресенье, но, может быть, и позже, размещение, здесь многие коллеги уже присутствовали, это недалеко от университета, на берегу реки неплохой трехзвездочный, ну, наполненный в три звезды отель «Риверпарк». В принципе, недалеко от университета, единственное, что в горку. 15 минут ходьбы моего темпа, ну, естественно, будет организован. Такой актуальный для нас. Дело в том, что вот сейчас пошла волна создания и подготовки проектов нормативных документов в строительстве, и ПАУ ПЦС плотно очень активно взаимодействует с Академией РАСН, ну, по ряду таких вот, в том числе по экспертизе, по научному, то есть, так сказать, учреждению и так далее. И тут вот во многих нормативных документах, даже не касающихся компьютерных технологий, появились такие разделы, как надо использовать компьютерные технологии, по мнению тех разработчиков, и появились уже даже предложения, которые конкретно, так сказать, нацелены на регламентирование, использование компьютерных технологий в области строительства. И мы тут, ну, как не мы, а так вот, эксперты, да, которых привлекает Академия, пришли в некое такое замешательство, о котором в первых словах, в первом разделе говорил о Сан-Георгиевском выступлении. Там, оказывается, есть в Америке, значит, американская ассоциация инженера строителей, которая, в принципе, и уже знает свою роль вот в этой схеме, вот в этой процедуре эволюции нормативных документов, который говорит о кому, для кого они предназначены, и через что беспокоит и что волнует тех, кто будет потом пользоваться этими нормативными документами. То есть это один из основных, так сказать, посылов, да, даже там конфликты получаются, там затяжки и так далее, но все равно это роль... И вот Владимир Владимирович Гурев, который представляет ПАО ПЦС, который, вот, не касается, из профи сейчас против него выходит, сюда идет, он тоже вот о таких проблемах говорит, что у них тоже смутное стало понимание, а для кого эти документы вообще разрабатываются, и просто вот получается так, что вот коллективы, которые предлагают свои услуги по разработке таких проектов и документов по компьютерным технологиям, ну, как, знаете, что умеют, то поют, называется, и вот, а что не умеют, то не поют, но вот то, что умеют, то и надо внедрять, ну, и вот, и вот в том аспекте, как я умею, ну, а как надо и что, действительно нужно, вот, а вот об этом как раз, я так понимаю, да, речь, который мы дал, ну, так сказать, этот вопрос, который мы запланировали на этом заседании, так правильно? Ну, Владимир, конечно, почти все рассказал, я могу просто уже, значит, я раздал, значит, тезисы, вот, вы знаете мою приверженность в краткости, да, то есть, в отличие от обычных, там, красочных докладов, мой доклад состоит из трех слайдов, потому что они все у вас есть, немножко о состоянии дела в развитии того, ну, вот здесь, на этом слайде оно есть, что, действительно, сейчас, в последние два года, да, вот, Российская Академия Электростроительных Наук, ну, и я, как вроде, поэксперту, тоже участвую, и могу составить свою точку зрения, вот, в экспертизе начались научно-исследовательских работ и проектов свода-параграфов, просто, да. Ну, вот здесь моя точка зрения изложена, какого уровня эти документы в основном, ну, это наша общая беда, не только в строительстве, можно сказать, я знаком по роду деятельности своей, да, и с рядом других отраслей, к сожалению, общая беда, да. Ну, вроде бы эта беда, где мы там в стороне ходим, да, то есть, ну, пока можно говорить, что она нас не затрагивает, мы своим делом занимаемся, а вот те, кто разрабатывает эти нормы, вроде бы каким-то своим, но, в общем, оказывается, что это не совсем так, или, точнее, это совсем не так, потому что враг поворот, так сказать, да, и скоро врагим у вас встреча родную хату, потому что, вот, буквально последние два года, вот, в прошлом году появились четыре документа, то есть там все в куче, да, и мира, и проекты сводят правил, первые четыре документа по так называемым бимтехнологиям, да. Ну, мы понимаем, что о бимтехнологиях сейчас не говорит только ленивый, да, из всех утюгов, значит, об этом говорится, все понимают это по-разному, сегодня к этому, как вы знаете, примешалась цифровая экономика, цифровые технологии, цифровые производства, об этом тоже многие говорят, и все понимают это тоже по-разному, вот, что это за такая цифровая экономика, это, так сказать, была экономика у нас экономной, приближная, да, потом она стала вроде бы рыночной, там, потом инновационной, потом инновационной, да, сейчас она, значит, вроде бы цифровая, имеет ли она смысл без реального наполнения, да, без производства, так сказать, ну, как реальных продуктов, да, потому что цифры не накормишь, как известно, да, можно облегчить эту ситуацию, но не накормишь. Вот этому посвящено масса всяких мероприятий, Волинс, Нолинс, я в ряде из них участвую, ну, по-другим смотрю, что происходит, должен сказать, ну, для членов Академии, так сказать, сочувствующих, что этой теме будет посвящена и, так сказать, вот, сессия, так сказать, собрания, общее собрание 2018 года, да, в апреле, это будет главная тема, да, так сказать, цифровые технологии в строительстве, да, ну, по крайней мере, в отделении строительных наук, и мы должны, в общем-то, сформулировать какую-то точку зрения, да, то ли мы колеблимся вместе с линией партии, да, которая, это линия партии колеблется вместе еще с чем-то, да, нам неизвестно, то ли мы формируем свою точку зрения и, так сказать, занимаем правильную позицию здесь. Почему я об этом говорю? Потому что вот два года назад вот эти четыре документа, которые мы увидели во время технологии, они вот как раз представляли собой, да, вот такое невнятное колебание вместе с линией партией, с большим, так сказать, количеством подмены понятий, да, что такое бин-технологии, с большим числом, там, белых, так сказать, и черных пятен, да, двусмысленности, более того, все эти четыре документа, поскольку они разрабатывались, ну, хотя всего в двух коллективах формально, да, в Министерство и МГСУ, вот, они содержали даже отличия на уровне понятий, терминологии и так далее, да, то, сколько говоря, справа налево падешь одно, значит, слева направо совсем другое. Опять же, можно было сказать и тогда еще, еще год назад, можно было сказать, мы написали, естественно, там сильно отрицательные лицензии, причем на три отрицательные, ну, оставляющие окно для улучшения, особенно в ходе публичных слушаний, а вы знаете, да, что, значит, несколько указ проходит, да, сначала подача, конкурс, да, после выигрыша, если выигрыш конкурс, значит, научно-светская работа, потом на основании этого уже формирования проекта свода правил, для актуализации свода правил, ну, и потом мониторинг, как вы делаете, да. Так вот, мы написали три, которые оставляли возможность улучшения, ну, возможность, должен сказать, потом реализованную, да, и одно такое резко, где мы рекомендовали даже сменить команду, да, потому что вот там на уровне просто такого треха было все сделано, да, такого стёба, да, бимовского стёба, да, свидетелями которого я тоже во многих формах был, последняя форма 100 плюс уникального строительства, да, там много секций, и когда я задал вопрос, ну, самому продвинутому бим-технологу, самому-самому, который говорил, наверное, был прав, что они сформировали международную команду, что там всё по гамбургскому, ну, вернее, там, по веленойскому счёту было сделано, да, оценено, значит, вот как их бим на самом деле бим, или он не до бим какой-то, да, я задал ему два простых вопроса, собственно, я на эту секцию пришёл за этим вопросом, задать два простых вопроса, мы помним такой фильм, там, «Ни этого года», где герой один говорит, так что мне надо обязательно приехать и задать один вопрос. Я задал два вопроса, первый вопрос, вот по этому гамбургскому и веленойскому счёту, да, вот всё, что вы сделали, так замечательно, там, значит, всё, там, реалистичность, там, да, всё пахнет, там, светёт и так далее, это вот объект, как раз известный в Москве, зарядный весь этот комплекс, да, как вы оцениваете по этому счёту? Какой процент от этой бим, так сказать, модели, да, от бим технологии базилизовали? Вот этим замечательно международным коллективом. Ну, он так поглядел, покраснел, ну, понял, наверное, что вопрос не просто так занят, ты сказал, 12 процентов, да. Этого, как бы, наиболее продвинуть от бим технологии, да, то есть это сделано было, повторяю, только на стадии проектирования, только на стадии архитектурного проектирования, да, и только вот этим коллективом. Я задал второй вопрос, а вот остальные 88 процентов, кто будет делать, когда и если шансы? Я понял ответ так, что шансов нет, да, то есть вот вся гим технология осталась на стадии проектирования, причем одного из раздельников, да. Вот, вот Владимир Владимирович появился как раз, хорошо, что он будет нас слышать. Владимир Владимирович, мы только-только начали. Так, критика только началась. Спасибо. Повторяю, и это можно было бы, наверное, пережить, как некое, значит, некое копошение где-то в стороне от наших с вами проблем, которые мы здесь занимаемся, занимаемся в рамках компьютерного моделирования, наращенного основания. Но наступил этот год, да, и, так сказать, очередная порция документов легла на наш стол, в основном это вот части информационного моделирования, да, это были множественские работы, разного, так сказать, качества, не буду сейчас оценивать, но один из документов уже прямо наш с вами, да, то есть это взаимодействие, значит, информационного моделирования и математического моделирования, да. И там должен сказать, не буду называть фамилии, не буду называть названия, чтобы, так сказать, не шепровать, да, если бы этот человек был здесь, мы, конечно, с ним поговорили, тоже здесь на эту тему подискутировали. Вот, там уже, так сказать, приводится, так сказать, полной ложкой, да, так сказать, кушается, да, все то, чем мы с вами занимаемся, но только как-то вот вдалеке от того, значит, что мы выработали, да, к чему мы пришли, то есть какие-то формируются свои представления. Более того, на выходе, что опасно, мы обычно к нервам относимся так, ну, люди там получили свои, там, 5 миллионов, ну, слава богу, там, следует, да, советская практика. Но там в выводах содержатся очень обязывающие вещи. Говорится, что вот этот мир и те результаты, которые получены, те основные положения, которые здесь разрушены, являются достаточной основой для формирования, значит, нового схода правил на эту тему. Значит, чему я это все говорю? Это вот, как бы, о состоянии, да, я говорю, да. То есть я хочу сказать, что, значит, если мы с вами, да, будем, так сказать, и дальше, я имею в виду наше сообщество профессиональное и наш научный совет, как его, так сказать, не худшее, так сказать, проявление, да, будет занимать такую стороннюю позицию, то, в общем-то, завтра к нам постучаются и скажут, ну, мало что к нам, а это и ко всем проектировщикам, ко всем расчетчикам, ко всем исследоватам, скажут, что надо делать именно так, да, поскольку это будет документ прямого действия, обязательно исполнить его. Ну, теперь, что из этого следует? Какие я считал бы необходимым сделать предложения? Это уже ему там далеко за ним, да. То есть эту ситуацию, на мой взгляд, да, это мое мнение и, собственно, мои предложения для обсуждения, они, эти предложения у вас на руках, поэтому я хотел бы, что, может быть, не сегодня, сегодня, наверное, это не будет время достаточно, ну, в полном объеме, да, чтобы вы забрали с собой, может быть, подумали и, так сказать, отвлеклись. Ну, наш научный совет, он имеет уже такую слабую историю, одиннадцатилетнюю, да, и он все-таки как-то всегда, на мой взгляд, правильно, должным образом отвлекался на вызовы времени, да, когда он был создан, вы помните, наверное, почему он был создан и когда, вот, когда, значит, было выработано в результате дискуссии, там, да, конкурентные дискуссии, были выработаны процедуры, а потом и положение о верификации программных средств, вот, когда мы задумали наш симпозиум, седьмой, который будет уже, о котором говорили наши хозяева, значит, из Новосибирска, то есть он всегда правильно, так сказать, органирует. Мне кажется, настало время отреагировать и на эту ситуацию тоже, в нормативно-методическом поле, что называется, в поле нормативно-методическом документе. Ну, видите, первое предложение, да, оно, в общем-то, достаточно, на мой взгляд, как и все остальные, и реально, и естественно, да, чтобы исправить эту ситуацию, мы предлагаем, я тут не оригинальный, кстати, я такое предложение услышал от Владимира Ильича на одном из советов, вот здесь, ну, на ученом совете здесь, предлагаю привлечь Российскую академию архитектуры и строительных наук не только на этапе экспертной оценки уже выполненных работ, да, тем более, что время на это дается, ну, вы знаете, совсем ничего, да, можно ли за неделю оценить, да. Сейчас не говорю, сколько дается разработчикам, там тоже мало дается, но вот за неделю очень мало. Вот, то есть привлечь не только на этом этапе, потому что на этом этапе многое поменять уже поздно, да, и невозможно. Более того, мы знаем сами свидетели, да, что когда мы давали эти отрицательные, там, критические замечания, они вроде бы были включены на этапе, так сказать, публичных обсуждений, да, но в итоге документы так и не получили, и во всяком смысле не вошли, и так и не улучшили этот документ. Вот эти документы остались вот такие. Вот три дня тому назад в этом же зале Владимир Ильич и Владимир Владимирович присутствовали при обсуждении такого старого вопроса, так сказать, нерешаемого, насчет норм состойкого строительства, да. Это тоже один из таких примеров, да, что если не делать сразу хорошо, да, ну, есть два варианта – не делать вовсе или делать хорошо, да. Вот если не делать сразу хорошо, то потом латать эти дыры, это можно там в следующие столетики, да, в разуме. Итак, привлечь Академию, я думаю, что наш совет является именно той площадкой, которая является самой правильной, да, к, в том числе, обсуждению заявок, да, и, значит, структуры этих заявок и тех коллективов, которые вы должны эти заявки выполнить. Вот это, если этого не будет, то мы будем свидетелями и, отчасти, участниками, да, вот, повторения из года в месяц, да, с выпуском вот такой неудобоваримой продукции. Это первое. Ну, второе, давайте я, может быть, его на третье место переставлю, потому что это чисто организационный вопрос, да, но тем не менее он очень важен. Давайте я с третьего тут начну, да. Вот, опять же, обращение к нашему совету, да, чтобы все-таки попытаться взять на себя такую новую, хотя необходимую нам для миссию, это инициировать, собрать и обобщить, ну, вот, группе, которую мы, так сказать, разберем, да, обсудить на нашем научном совете и предложить ПАО ФЦСу, Владимиру Владимировичу, как, одному из руководителей, да, и заинтересованную перечню основных направлений и тем актуальных миров и сводов правил, требующих и поддающихся исследований и разработки в кратко-исследовательной источной перспективе по направлению компьютерного моделирования. Ну, я про компьютерное моделирование, чтобы не занимать время, имею в виду весь комплекс этот вопрос – информационный, математический, взаимосвязь, и так далее, и тому подобное, да. Здесь вот как раз я перечислил, но повторяю, этот список большой, но не полный, и более того, я думаю, многим из нас, ну, мне во всяком случае есть что сказать, есть что предложить тоже на эту тему, ну, не мне, да, это цифровые технологии, BIM, математическое моделирование назначенных стадий жизненного цикла и взаимосвязь, документирование расчетов, кстати говоря, да, вот это, ну, Саша об этом, Александр, я же говорил об этом тоже, как это важно, мы это знаем, более того, мы этому учили экспертизы разных уровней, как надо документировать, да, сравнительный анализ альтернативных расчетных исследований тоже важен, и тоже, значит, есть там, где должна быть технология, и так далее. Ну, и, значит, вернуться, на мой взгляд, вот как бы этот вопрос важен, но еще важный организационный такой вопрос – вернуться к якобы нелешенному в российских условиях вопросу о реальном доступе и равноправном участии в этих конкурсах, да, не только, вот, там, трех-четырех, ну, хорошо, пяти организаций, там, со статусом, понятно, там, с вывеской определенной, да, вот, системских и разработческих фирм новой информации, обладающих признанной компетенцией и конкурентными предложениями, да, мы на собственной шкуре пробовали в этом участвовать, Владимир Владимирович, да, в общем, это практически невозможно, да, то есть для этого надо, значит, либо умереть сразу, ну, либо так потихонечку умирать, вот, ну, как-то жить хочется, поэтому нет, то есть надо как-то все-таки упростить доступ и действительно, чтобы это был конкурс. Повторяю, последовательность предлагаемая такова, значит, вот, есть предложения конкурентные, они в области компьютерного моделирования по тому перечну обсуждаются здесь на научном совете, да, из них, там, выделяется, выбраковывается то, что действительно можно, да, корректируются по необходимым, так сказать, предлагаются коллективы для ПАВФЦС, да, они выходят на конкурс и, значит, в этом конкурсе участвуют не просто коллективы, а те организации, да, но которые эти коллективы, так сказать, собирают, так, чтобы этим организациям это было доступно, да, а вот не так, как сейчас. Сейчас практически невозможно самостоятельные, относительно небольшой, но квалифицированные фирмы в этом участвуют. Очень тяжело быть субогрязчиком, тоже там требуется какое-то немеренное количество, мы попробовали с нестроительством, это нереально. И, как ни странно, достаточно тяжело даже это, так сказать, личное участие обеспечить, да, тоже тяжело. Ну, мне кажется, если мы заинтересованы все, мы заинтересованы, чтобы эти нормативы были, как бы, о чем-то, а не не о чем, как сейчас, да, нам надо это обеспечить. Вот, собственно, такие нехитрые, значит, нехитрые мнения и следующее из него предложение, да, не знаю, как правильно построить, отвечать сейчас на вопросы, но он послушал один вопрос. Я думаю, что, может быть, потом, после того, как Владимир Владимирович будет обоим будем задавать вопросы и выскажете мне это. Спасибо. 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 Вы что, проектов вообще прошли? Нет. Все уже, наверное, устали, поэтому я, так сказать, долго занимать не буду. Значит, о чем я хотел сказать, вот смотрите, на сегодняшний день в проектно-строительном комплексе разработано, разработано и этими документами пользуются проектировщики свыше 400 единиц, 400 единиц, сводов правил и свыше тысячи национальных стандартов и стандартов международных. То есть огромное количество нормативных документов разработано. Ими проектировщики пользуются и как бы вообще-то не испытывают особой, ну, нужды, что ли, или, так сказать, в том, чтобы что-то там резко менять. Ну, по крайней мере, из тех писем, которые поступают в министерство и через министерство транслируются в ФАОФЦС. Это вот первое, что я бы хотел сказать. Значит, второе, понятно, ситуация понятная. Долгое время финансирование отсутствовало, и поэтому, конечно, институты, коллективы выживали, так сказать, как могли. Мы, так сказать, будем говорить, пошли на подсобное какое-то хозяйство там и на подножный корпус. Извините за такое выражение, но, наверное, и так оно не было. Значит, централизованного финансирования по проведению работ, связанных с разработкой нормативно-технической базы, ну, 25 лет не было. Значит, это вот как бы первое, слава Богу, что оно три года назад, так сказать, появилось. Но надо понимать, что финансирование – это прикладные следы. Поэтому все разработки, связанные с проведением научных исследований, или там, у нас там несколько видов, я говорю о неокровской части, это неокр, мониторинг, пособия, они все равно все завязаны на нормы. То есть, по-любому это нормы. То есть, это все равно должно быть совершенствование, либо замена каких-то норм, либо изменение к этим нормам, либо разработка новых норм. Вот, собственно, так сказать, итог всего этого. Теперь вот, я просто, чтобы не забыть сразу, Александр Михайлович совершенно правильную фразу тут сказал, что насчет конкурса и участия правильно нужно, чтобы была возможность, так сказать, принимать участие в профессиональном коллективе. Но тут есть вот такая, какие-то подводные камни, с чем связаны. Почему, может быть, громоздкий такие формат участия в конкурсных, так сказать, требований? Потому что зачастую, мы же понимаем, очень много недобросовестных участников. И если облегчить, так сказать, подачу конкурсной заявки, то это будет просто вал, вот, ну, об этом тоже Александр Михайлович сказал, вал, так сказать, претендентов, которых нужно будет просто отсеивать в несколько стадий. Это и усложнит процедуру, и удлинит время, а его и так не хватает, и так далее. Поэтому вот здесь надо думать. Думать, как сделать так, чтобы все-таки конкурс выигрывали профессиональные организации, прежде всего, школы, которые имеют опыт, которые имеют не только вывеску. Потому что часто бывает так, идет с вывеской, и уже ничего не осталось. И такие тоже случаи, вот, 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 так сказать, опыт за этот период, уже вот этот накопленный опыт, его можно говорить. Поэтому, возвращаясь теперь уже, так сказать, вот к продукции, значит, раз, в общем-то, вот такого жесткого, знаете, вот никто из проектно-строительного сообщества не пишет, что вот чего-то не хватает. Вот нет таких писем. Есть обращение, там, по разъяснению каких-то, допустим, отдельных положений, там, какого-то свода правил, какого-либо другого свода правил, который, ну, излишне, допустим, научно написан, что-то непонятно. Этот коэффициент непонятно, другой. Все остальное в основном, и это, как правило, идет, ну, единичные такие вещи, ну, что, может быть, связаны и с уровнем, так сказать, той проектной организации или тех, которые обращаются. В основном, вроде бы, все устраивает. Плюс ко всему, есть еще 87-е постановление о разработке проектно-смертной документации, которая, в общем-то, описывает структуру и состав проектно-смертной документации. Тоже есть. То есть, как будто бы вся документация есть. Поэтому, вот в этом обилии нормативов задача заключается в том, чтобы выделить те приоритеты, которые действительно, с одной стороны, давали бы движение вперед, то есть, они показывают, что уровень вот здесь вот немножко подзастряли, и проектировщики тоже работают на этом, надо поднять этот уровень. С другой стороны, значит, надо не очень это все занаучивать, когда вот такие, такая тоже тенденция есть, когда идут, когда идет предложение в норму, который практически, научно-технический отсчет, который потом нужно просто отфильтровывать, выжимать, отжимать вместе же с исполнителями, доводить его до норматива. То есть, это все говорим о качестве той продукции, которую нужно на выходе выдать. Вот. И вот о биме. Вот тут как раз и тема-то была о биме. Понимаете? Это, мне кажется, такой достаточно наглядный, яркий пример. Это сегодня, ну, модно, но модно. Более того, есть, так сказать, ну, приоритет. Это цифровая экономика. Это элемент цифровой экономики. Понятно, что вот страна должна, так сказать, двигаться там, поэтому будут прорывные происходить, значит, действия в разных направлениях, в том числе и в направлениях, так сказать, технического, строительного нормирования. Но, вот, с моей точки зрения, заявителям БИМ-технологии надо четко определить место. Вот статус документа, это что? Значит, есть 10.01. Я уже об этом говорил на предыдущем совещании, вот как раз по сейскому здесь проводили, в этом зале. Это документ, который, ну, как бы он пока еще не утвержден, рассчитываем, что все-таки с принятием законопроекта, который позволит ввести в действие строительные нормы, как обязательные, то есть, вот, отказаться от системы сводов правил и перечни, там, 15.21, о котором вы все хорошо знаете, в которые входят либо целиком документы, либо их какие-то составные части. Значит, рассчитываем, что выйдет все-таки будет этот СН. Так вот, этот 10.01, это как бы сник на сник. То есть, он говорит о том, какой должен быть документ и какие комплексы, в принципе, нахватывает. Ну, вообще, 7 комплексов, они известны, эти комплексы. Ну, я просто, так сказать, о них перечислю. Это общие документы на процессы. Значит, это что сюда? Строительное нормирование, инженерное изыскание, проектирование, строительство, эксплуатация и ликвидация строительных объектов. Вот, значит, в этот вопрос. Значит, общие нормативные и технические документы, это механическая безопасность пожарных, такие вот моменты, да? Нормативные документы по граду строительства, свой перечень документов. Нормативные документы на внешние сети. Там нормативные документы на инженерные конструкции, ну и так далее. То есть, семь комплексов. Первый, надо определиться, это в какой комплекс. Понимаете, надо четко понять, для чего он же должен быть полезен, не просто полезен, он должен быть востребован в проектной организации. Если это в проектной организации, если это на проектировании, тогда четко нужно понимать, что он будет проектировать, вот что он даст проектировщику. Либо он ускорит прибыль. Ну и со всем остальным, о чем говорил Александр Михайлович, я полностью согласен, потому что именно вот примерно так надо выстраивать работу, чтобы все-таки в конечном итоге выйти на качественные нормативные документы. Ну а, что касается вот такого сжатого графика, ну, к сожалению, пока это так. Вот этот формат, не мы задавали этот формат, как бы вот он, ну, задан, так сказать, по механизму реализации этого госзадания. Возможно, он изменится. Мы пытаемся его поменять, пытаемся поменять в плане того, что научно-исследовательские работы, особенно те работы, которые требуют экспериментальных исследований, в общем-то у нас в строительных работах, наверное, большая часть, они требуют времени. И за год, там, или уж как, там, за несколько месяцев можно сделать только работы, которые не обязаны. Поэтому, конечно, работы должны иметь более продолжительный срок. И вот мы с таким продолжением сейчас в министерство уходим. Возможно, возможно, это, так сказать, удастся реализовать, и тогда, по крайней мере, можно будет правильнее ставить задачи, можно ставить задачи, связанные с методоложью, то есть сегодня практически работы на сочетательском механическом характере не выполняет, а их нужно. Поэтому, ну вот, собственно, если кратко, то вот все, что я хотел сказать, а дальше-то, наверное, проводить. Спасибо. Спасибо. Вопросы будем задавать? Александр Николаевич, Владимир Владимирович, какие вопросы? Я думаю, тема затронута очень такая глубокая. Надо дать времени, мне кажется, просто ознакомиться. Ну, я бы хотел тоже, если нет вопросов, так вы тоже что-то добавили. Мне кажется, что вот этот второй пункт, где мы должны обязательно предварительно организовывать, предварительное рассмотрение, анализ, то, что подается, да? И то, что мы должны, как бы, разработать вот этот, как бы, перечень основных направлений актуально, что вообще, в принципе, должно разрабатываться. Здесь, как бы, слава богу, что в составе нашего совета работают, участвуют регулярно таким представителем проектов, ну, проектировщики профессиональные, которые... Вот, мне кажется, здесь именно на них надежда. Конечно, можно нам оценивать научный уровень, там, искать ошибки в формулировках, обсуждать правильность, это сказать, формулируемых понятий. Ну, вот, речь идет, как, опять же, Александр Николаевич, американцев приводил в примере, должна быть инстанция, та, которая ждет, и которая сам, она знает, а что именно надо норрмировать. Мне кажется, вот, нам на примере нынешней стазии разработки нормативных вот этих документов понять, разработчики не знают вообще, а что нужно, на самом деле, проектировщикам, конструкторам, строителям. Они там что-то лепят, и лепят свое, вот. И слава богу, вот Александр Николаевич, вот они представляют, надеюсь, тут многие тоже представляют эти проектные организации. Надо в этом плане еще усилить этот коллектив, представителями других, вот таких ведущих проектных организаций, чтобы, вот, проводить такой анализ и ставить задачи. Ну, то есть, играть роль, как вы сказали, американского общества, или, извиня, строителей. Да, да. Извините, я вынужден вот какой-то комментарий сделать, потому что боюсь, что то, что прозвучало, оно может ввести немножко в сторону, вот опять обидеть. Вот наша организация уже много лет работает в этой технологии, получили от них замечательный сертификат и так далее. Да, действительно, оно помогает, но, оказывается, двигателем этой технологии и ее реализации в полном объеме является, собственно, инвестор-заказчик. И до тех пор, пока мы не столкнулись с настоящим продвинутым заказчиком, который требует выполнения документации в этом, мы не до конца даже понимали, о чем идет речь. Поэтому я хотел только одно уточнение. Вот вы сказали о том, что какое место. Так вот, вы знаете, в этих семи пунктах этого места ты и нет. Почему? Потому что основной заказчик, пусть он будет хоть 43-й, понимаете? Но дело в том, что основной потребитель бим-технологии после окончания проектирования... Вот вы бы посмотрели, как, например, мы сдаем документацию по слаботочке. Заказчик, который требует ее там, он до распаечной коробки это все идет. Значит, нужно ли это проектировать? Это в жизни не нужно. Это нам только дороже проектировать. Да, конечно. Значит, отсюда вывод. Да, всем позиции не войдет. Очевидно, что это что-то иное. Это новый уровень, потому что та самая новомодная, так положено, цифровая экономика, она выдвигает целый класс задач, которые раньше не совсем были видны. Семь уровней, они были видны достаточно давно. Слава Богу, появилась эксплуатация, слава Богу, появился демонтаж и так далее. Но они все были, в общем-то. А это принципиально новоподходно. Я только это уточнение хотел сказать, потому что оно, на мой взгляд, очень важно. Спасибо, Владимир. В основном скажу, я так получил, что я знаком с биомтехнологией не в силу своей работы, в силу другой части своей жизни и знаю компанию, где она крупного девелокера, рискованного на лондонской бирже и так далее, и так далее, который применяет биомтехнологии так, как она должна применяться. На самом деле, биомтехнология – это не содержательная речь. Это некий, как говорят лимбисты, мета-язык, который объединяет все семь вот этих вот этапов. Это формат общения. Там нету содержания. Какие вам применять конечные элементы, какие вам применять мета? Нет. Это некий язык, который связывает между собой и проектирование, и строительство, и эксплуатация и так далее. Я вам могу привести конкретный пример, как это реализуется. Как это реализуется, начиная от проектировщика, и как строители потом смотрят. И как эксплуатационники потом смотрят, я просто видел, как бы это дело в действии, продвинутое. Но это, я просто к тому, что это другой формат. Это не то, что другой уровень разработки. Нет, это не уровень разработки. Это вот некий язык. Вот мы с вами перейдем завтра на латиницу, например, с кириллицей. Так вот, вот это правило латиницы будет. А что мы на них пишем? Стихи, прозу там и так далее. Это совсем другой вопрос. То есть им технологию не надо ставить там, грубо говоря, через запятую с методом конечного элемента. Это не правдово. Это объединение всех семей. Это над всей семьей некий язык. С одной стороны, она вроде как над, но с другой стороны, содержание остается вот этих вот семей. Она не добавляет содержания. Это некий формат, который облегчает просто переток информации. От проектировщиков к строителям, например, от строителей к эксплуатационным и так далее. Объединяющий вот язык. И все. И ожидать, что вот BIM-технологии, вот мы, грубо говоря, выкинем завтра все, что у нас было, там, проектирование, там, строительство, и все будем жить новой жизнью в цифровой экономике. BIM-технологии наивные как-то, но не про то. Поэтому и стандарты эти, я видел тоже эти стандарты, это стандарты языка. Там в основном они носят такой лингвистический характер. А вот такой термин означает вот это вот. А вот вам надо передавать, грубо говоря, вордовский файл, а вам надо в PDF-овский файл. Ну вот, это сквозного существовать, даже проектирование, строительство, сквозная жизнь такая. И это всего-навсего потоки информации. Они не претендуют на вот вы давайте проектируете вот так, а не так. Или вы рассчитываете вот так, а не так. Это не про то. Но не про то. Всего-навсего слова вы сказали. Девера, да. А сейчас уже вы говорите. А вы сформации. Что бы хотелось? Ну, я должен сказать, что вот мы действительно считаем, что и так вот видно в обсуждении, что тема-то такая на сегодняшний день становится актуальной. И мы попросили уже, получили согласие вот на очередном заседании Совета. Но я догадываюсь, что нам не разрешат об общего собрания Академии провести Совет. Ну, просто там есть очень большая напряжёнка в Академии, мероприятия. И мы весной встретимся и договорились вот с Марией Сергеевной из Барабаши. Хотя она не из России, но знает российский рынок, да, это и Миросапа. И договорились с Юрием Николаевичем с Жуковым, который считаем очень сильным специалистом в области, о котором мы обсуждаем, чтобы они представили им своё, ну, совместно, они в очень плотном месте работают, и чтобы представили своё видение вот развития и внедрения пиротехнологий, в частности, вот, в рекомендирующих документах. Это не прекрасно, это более общий. Поймите правильно, вот тут было сказано, на самом деле это платформа. И немецкие специалисты, которые занимаются расчётным восстановлением в том или ином виде, это вообще не от того. Знаете, если я неправильно вспомнил, не конкретно один, а роли и компьютерных технологий, а их роли в нормативной документации. Ну, в сомнении, в сомнении, в речи, надо более общаться. Так, это, уважаемые коллеги, ну, во-первых, два вопроса по поводу, сначала по поводу выступления Владимира Владимировича. Я хотел сказать, что у нас сейчас, конечно, ситуация такая, действительно, 25 лет так же не было у нас никаких научных работ, сейчас надо выпускать новые нормы, а нам, в Академии, поручено экспортировать все своды правил, которые у нас в стране выходят. Мы получаем их там утром, а вечером мы должны дать результат. Ну, первый рекорд у нас был, мы за 4 часа рассмотрели 36 нормативных документов, и честно, я должен сказать, честно рассмотрели. Каждый выступающий получил по 5 минут, выступал рецензент, вот, но это, но мы рассматриваем уже те документы, которые нам дают. Нужно было их разрабатывать или не нужно, мы этого не знаем. Поэтому предложение, предложение у нас родилось такое, что, ну, вы здесь хотите, Александр Михайлович, уже как бы рассматривать проблему локальную, для этих компьютерных методов, а мы уже несколько месяцев, или два, или три месяца тому назад, мы даже утвердили, по-моему, на президиуме, да? Мы утвердили совет. Да, я сказал. Да, а, сказали, да. То есть мы хотим, мы считаем, что надо вначале рассматривать все заявки и рекомендовать, разрабатывать те или иные нормы. И здесь, конечно, ФАО могло бы воспользоваться тем, что мы могли бы давать рекомендации, каким организациям это поручать. Потому что сейчас есть много организаций, ну, не в обиду сказано. Ну, посмотрите, например, наша ведущая организация, Цинистский имени Кучеренко. У них в построительной механике, в Цинистский имени Кучеренко, один доктор наук, это Юрий Павлович Назар. Нет, нет, ну вот доктор наук, в Цинистский имени Кучеренко. Мечтал Александрович, можешь себе это представить? По строительной механике. По строительной механике. Мы можем взять другие направления. Пробал Дюрдович Керемей, доктор наук, но в строительной механике. По строительной механике, ну, и 5, у вас приняли здесь. Там есть еще журнал строительной механики. Но это не доктор наук, а журнал. Так что, нам нужно обязательно, я думаю, что мы уже создаем такой совет. Вот, ну, пожалуйста, все могут принимать участие у нас, советы. Так, теперь по поводу, это решили. Так, теперь по поводу БИМ-технологий и всяких других технологий. Вообще, вы же знаете, что мы страна лозунков. Нам очень нравится, нам надо, чтобы был какой-то лозунг. Появился лозунг, правительство делает цифровую экономику. Теперь объясните, кто-нибудь понимает, что такое цифровая экономика? Вообще, теоретически, может быть, экономика цифровая. Она может быть металлургическая, строительная, цифровая, сельскохозяйственная и так далее. Все отрасли знаний можно перечислить и так далее. Может быть, экономика, которая применяет там цифровые технологии широко. Так еще можно ставить, ну, просто название цифровая экономика и рассказывает это некоторым товарищам, которым не надо это рассказывать, и мы им даже написали, чтобы они это не повторяли. Просто нам за ним. Вот. Теперь, что касается БИМ. У нас были уже АСУ. Вы помните, мы все занимались АСУ. Автоматизированной системой управления, все проектирование, только АСУ. Что такое, никто не понимал. Так? Теперь у нас появились... Мы действительно пробегаемся в области проектирования. Но вы сами посудите, можно ли сделать объект, вот, тех, кто занимается проектированием, для каждой, для распаечной коробки. Все это должно быть записано, выписано. После этого приходят на площадку, а где эта коробка? Ее нет. Побежали в соседний магазин, там тоже нет. Начали искать по всему миру фермы, в которой записали эту коробку, тоже нет. Кому нужна такая технология? Понимаете? Вообще, все проектирование, по крайней мере, нужно строиться на творчестве. Как его можно... Это... Я когда-то, когда учился в аспирантории, на кафедре металлоконструкции, у Стрелецкого был один аспирант. Он забыл его фамилию, Юра его звали, забыл. Он был немножко чокнутый. Вот он прибегал, у него висел такой вот плакат, лист белый, белой бумаги. Он прибегал и писал, шедевр можно разложить в ряд. Значит, у него было написано. Каждый день он добавлял туда еще один член ряда и говорил, что он приближается к шедевру. Вот точно так же мы хотим с помощью каких-то технологий заменить творчество. Это сделать невозможно. Архитектор проектирует. Другое дело, что он в Ревити, например, в Ревити создает эту модель. Это удобно. Это удобно. Эту модель можно сразу потом перебросить в компьютерную программу. Не надо отдельно строить расчетную схему. Но все равно расчетную схему надо. Надо. Очень даже надо. Надо заниматься. Надо жесткости задавать и так далее. Ну, удобно перебросить. Какое-то то же самое. Вот это вот. Это все составляющие биометик технологий. Поэтому не надо нам падать в обморок от этого. Хорошо сказали. Не надо понимать, что у нас через... Пройдет еще погода. Мы переживем этот период. Появится, может, не прим, а миг технологий. На пород повернется. У нас надо жить дома. Ну, как нанотехнологии. Сейчас уже... Да, нанотехнологии. Мы же все пережили. Вы предлагаете перечеркнуть? Нет, нет, нет. Я предлагаю жить. Правильно, как говорится. Жить в основном цели. Давайте, вот, Мария Сергеевна только вот тестировала. Давайте все-таки у него попросят нас просветить. Может быть, и сейчас... Сейчас? Нет. А, вообще? Может быть, какую-то долю перспективности мы найдем и поверим... Ну, мы с ней сейчас договоримся, по-прочему. Мы с ней договоримся. Ладно. Ну, все, спасибо. Ну, закончим. А, вот Мария Сергеевна только приедет, но... Ну, конечно, как говорится. На самом деле, я хочу сказать буквально два слова, чтобы не разговаривать. Все же, как и технологии, сейчас, они послевестно развиваются, но на самом деле это больше пиар, чем то, что на самом деле работает. Вот то, что работает. Да, это правда. Потому что мы к этому стремимся. То есть мы стремимся, чтобы легко передать из архитектуры в расчетную программу, но все равно... Ну, к этому, в смысле, не к пиару, кстати. Не к пиару. К того, чтобы это как-то... Даже не технология, а какая-то связка между программами и шином. Это чисто техническая вещь, не надо ее... Да, ну, нельзя поставить, так сказать, всю экономику. Все строительство, строительную экономику, заряется по технологии, поставить невозможно. Коллеги, я хочу уже, молодой секундочку, да? Я хочу сказать, что вот в развитии первого доклада вот тут есть приглашение на конференцию, которая будет в Астане, да, в следующем году. В Алмате. В Алмате, скажите, извините. Вот. Как раз посвященная вот таким темам, темам, там, сказать, состмологии, взаимодействия. Там новая секция как раз взаимодействия с сооружениями, да? Да, так что, если интересно, вот, пожалуйста, здесь... Ну, все, для чтения, скажем, что... А, да, да. Теперь, значит, еще у нас одно сообщение, последнее, сразу же рассказать. 14-го депрессивного дня, да? День всех любенных, у нас состоится очередное... Седьмой, по-моему, по счету, да, или шестой, я уже... Седьмой, да. Седьмой конференцией, международной, золотские чтения. Она состоится здесь, да? На первом, да, на первом, да, ну, как в последний раз. На первом, да, соответственно, информационное сообщение, либо... Есть секция, можно... Да, либо уже размещено, либо в ближайший, там, где-нибудь другой будет размещено на сайте Астана, да. Так что, можно посмотреть. Первый уже был. Да, первый был. Значит, на сайте, на страничке нашего научного совета, да. Пожалуйста. Ну, все, да. Спасибо. Пожалуйста... Вы распускаете... Владимир лично распускает нас в свой ресторан. Сейчас я смогу... В ресторан.